Ладно, давайте начнем. Давайте начнем. Значит, что я хотел сказать. Давайте начнем с того, какие будут задачи. Я это уже, в принципе, наверное, говорил на доп. семинаре там когда-то. Но давайте еще раз я это вам скажу. Первая задача – найти энтую-производную. Вот. Ну, собственно, эта задача там решается за три минуты. Я не хочу сейчас ее решать, но, если что, я вот на доп. семинаре 18 ноября делал консультацию к, соответственно, письменной, к семестровой, да? Там я вот, например, разбирал задачу на энтую-производную. Задача на энтую-производную разобрана в моих доп. семинарах, в конспектах, да? Так что, если кому-то интересно, можете там это посмотреть. Не хочу сейчас, ну, очередной раз, там, десятый раз проговаривать это дело. Вот. Если что, вот сразу скажу, то, что вот энтуи-производные, формула Тейлора и пределы разобраны вот в консультации к семестровой, которая уже лежит на ютубчике. Вот будем считать эту консультацию к семестровой первой частью нашей консультации, на которой разобраны энтуя-производные, формула Тейлора и пределы. Значит, вторая задача — это формула Тейлора. Тейлора. Формула Тейлора. Значит, напомню, что в ней есть два типа задач. Первый тип — это в котором нужно будет просто сдвинуть индексы. Ну и две суммы в одну. Сдвинуть индексы, в общем, самое сложное. Ну и типа разложить в лоб. Это первый тип задач. Второй тип задач — это найти производную, потом производную разложить. Это то, что было на семестровой, по-моему, кстати. И потом это добро проинтегрировать. Вот. Ну, проинтегрировать в кавычках. Вот. Ну, если кто не знает, о чем я говорю вот здесь вот, то гляньте консультацию к семестровой. Вот. Там я разбирал такую задачу. Гляньте, доп. семинар тоже я там разбирал такую задачу. Но я считаю, что поскольку в семестровой... В семестровой, по-моему, надо было брать производную, да? Вот. Я считаю, что поскольку в семестровой была задача второго типа, то в письменном экзамене, скорее всего, не надо будет брать производную и потом обратно интегрировать. Но это не точно. Где-то с вероятностью 75%. Или, если говорить точнее, 0,75, будет первый тип задач. Вот. Если кто хочет потренироваться, то, соответственно, доп. семинары и консультация к семестровой вам в помощь. Все понимают, о какой консультации к семестровой я говорю, да? Все понимают. Хорошо. Ну вот, если что, спросите у друзей, они вам там видос скинут. Там видос 2 часа 16 минут. Вот. Дов. семинар от 18 ноября. У меня на стенке он лежит. Я там еще написал то, что вот, ура. Вот после семестровой, то что ура, выложили консультацию к семестровой. Вот. Так. Хорошо. Теперь, значит, третья, четвертая задача. Предел. Соответственно, в четвертой задаче будет предел типа f от x в степени g от x. А в третьей задаче будет предел типа f от x делить на g от x. Очередной раз скажу, что третья, четвертая задача стоят прилично. Скорее всего, они стоят больше, чем первая и вторая. Поэтому, если вы супер раздолб и ничего не знаете, то я бы на вашем месте начал с того, что заботал третью и четвертую. Ну, потому что две задачи по одной теме, и они дофига стоят. Вот. Вот. Что еще можно сказать по третьей, четвертой задаче? Есть у меня один доблестный студент, который, в общем, решил, а зачем думать, докуда раскладывать? Буду все раскладывать до пятой степени. Ну, в общем, нифига не успел зарешать семестровую. Не будьте как этот студент. До пятой степени раскладывать точно не надо. Вот, сто процентов. Скорее всего, до третьей. И вот вокруг третьей пляшите. Где-то вот, ну, где чосинус будет стоять, значит, наверное, до второй. Потому что, ну, чосинус, он до второй раскладывается по четным степеням, да? Есть маленькая вероятность, что до четвертой. Но если до четвертой, то это прям, ну, должно быть чем-то обусловлено. Опять же, я задачу где-то до четвертой степени нужно раскладывал, разбирал, раскладывать разбирал в консультации к семестровой. Вот. Там я прям три задачки классных на предел разобрал. Еще в семестровой в этом году не было задачки, в которой... Ну, смотрите, мы с вами умеем раскладывать логарифм 1 плюс x, да? Умеем, да? А логарифм x мы раскладывать не умеем. Вот, поэтому, если логарифм x, не вздумайте написать, что логарифм x это x минус x квадрат пополам плюс x куб на 3 плюс и т.д. Да? Не вздумайте так написать. Это справедливо для логарифма 1 плюс x. Да просто записать функцию как 1 плюс функция минус 1. И разложить. Значит, сейчас про это тоже я уточню. Сейчас я договорю свою мысль, потом мы с тобой продолжим про твою мысль. Я примерно понял, о чем ты говоришь. Значит, смотрите. Если вы видите логарифм в задаче такого типа, значит, на него нужно забить, скорее всего. То есть, если у вас... Вот я разбирал в консультации к семестровой задачу, где... Вот, где-то, например, в степени стоит логарифм в четвертый x плюс x в кубе. Вот. Соответственно, в этом случае нужно будет, скорее всего, забить на логарифм в четвертый x. Вот. Ну, в общем, что-то там было в этом роде. Забить, это значит, что доказать, что по правилу Лопитали там предел, логарифм x делить на x, стремится к нулю. Вот. Это значит, что логарифм мал по сравнению с x в кубе. Посмотрите вот примерно консультации. Соответственно, и запомните, что если у вас такой вот логарифм, на него надо просто нормально забить. А если есть такой, то его надо разложить. Дальше. Еще. Я сталкивался у студентов со следующим моментом. Есть, например, задача, в которой логарифм от корня из 1 плюс x, чтобы сократилось, минус 1 вторая арксинус x. Ну, что-то такое, например, да? Возможно, кстати, вот сейчас спрашивали про еди... отнять, вычесть единицу. Значит, смотрите. Вот, например, у вас есть такая функция. Некоторые, вот мои студенты, начинают с того, что раскладывают логарифм по степеням всего вот этого. Ну, это, естественно, неправильно. Ну, еще вот сейчас, кстати, говорили, а может быть, добавить и вычесть единицу, да, чтобы можно было разложить, что-то такое. Ну, в общем, ребят, смотрите. Правило. Всегда сначала раскладываете то, что внутри. То есть сначала раскладываете корень, потом раскладываете арксинус. Получается под логарифмом что-то вроде логарифм там 1 плюс, не знаю, x квадрат плюс x куб, да? И потом уже вот это вот добро раскладываете по степеням x квадрат плюс x куб. Оно нормально раскладывается. Вот, не надо выдумывать прибавить и вычесть 1. Вот, я уже вот просто второй раз про это слышу, прибавить и вычесть 1. Это, ну, то есть это, если вы хотите, если вам надо прибавить ВИЧ-1 таких задачек, значит вы делаете что-то не то. Мне кажется. Вот. Надо просто аккуратненько разложить то, что внутри сначала, а потом всю функцию целиком. Вот. Хорошо. Значит, эти вот задачи у нас были до семистровой. Вот, СМЭ, видос, консультация к семистровой. Вот, я по ним хотел еще вот добавить эти слова. Дальше. Какие еще задачи у нас будут? У нас будет пятая задача. Построить график дробно-рациональной функции. Значит, график функции типа, там, х-1 в квадрате или в кубе на х плюс 2 в квадрате. Ну, что-то такое, в общем, да? График дробно-рациональной функции. Мы с вами разберем такую задачу сегодня. Эта задача точно будет. Шестое. Тоже график. Кубический корень из модуль, х-2, х плюс 3 в квадрате. Ну, например, да? Короче, корень из модуля. Эта задача будет с вероятностью, ну, 0,7. Потому что ее, по-моему, на какой-то вот недавней экзаменационной не было. И, в принципе, дают вместо 4-х 3 часа на семистровую. Поэтому маленькая есть вероятность, что ее не будет. Вот. Ну, даже 0,75, что она будет. 0,75. Вот. Поэтому я советую все-таки вам ее заботать. Ну, еще как вариант, может быть, что-то такое. Кубический корень из х-2 на х-1. Вот. Тут нету модуля, тут не надо париться с сигналом. Тут чуть-чуть, ну, попроще. Тут вот график будет вот такого вида. А тут график будет какого-то вот такого вида. Вот. Хорошо. Значит, какие еще задачи будут? Вот все, что идет дальше, мы с вами разберем по одной зрачке хотя бы сейчас. Еще будет наша любимая равномерная непрерывность. Мы с вами сегодня убедимся, что это на самом деле типовые задачки. Так. Народ, короче, в общем, я не вижу чат. Если кто-то что-то скажет в чате, то лучше это озвучить. Если вы увидите то, что там вопрос, на который не ответили, да, лучше сказать вслух. Так. Ну вот. Равномерная непрерывность. Мы с вами начнем нашу консультацию с разбора задачи на равномерную непрерывность. Так. Хорошо. И дальше. Восьмое. Так. Сейчас. Графики перечислили. А, да, точно. Найти кривизну или радиус кривизны. Вот обязательно будет такая задачка. Вроде все. Ничего не забыл, да? Ну, из типовых. Вроде не забыл. Вот. Еще будет девятая задача. А может быть еще и десятая. Ну, десятая вряд ли. Еще будет девятая задача, на которой будет вопрос. Вот. Вопрос. Это, ну, задача не та, которая встречается из года в год. Значит, мы с вами начнем нашу консультацию с чего-нибудь посложнее. То есть с равномерной непрерывностью, то, что для всех мерзко и противно, но на самом деле это типовые задачи, как вы сейчас увидите. И с девятой задачей, в которой вопрос. То есть мы разберем, что может быть в качестве теоретической задачи. Вот. Потом мы с вами разберем пару графиков и поговорим, ну, про кривизну, радиус кривизны немножко. Так, хорошо. Давайте начнем с задачи на равномерную непрерывность. Равномерная непрерывность. Значит, задачи на равномерную непрерывность могут быть двух, сейчас, двух типов. Два типа. Первый тип. Ну вот, сразу давайте решим задачу первого типа. f от x равно кубический корень из x. на синус x. Значит, это задача первого типа. Я думаю, что будет, скорее всего, она в этом году. Ну, может и не она. А может вообще не этих двух типов. Ну, скорее она. Да. Значит, чем характерна эта задача? Значит, вот задача. Исследовать на равномерную непрерывность на r. Исследовать на равномерную непрерывность на r. Чем характерна эта задача? Эта задача характерна тем, что ответ нет. Функция не равномерная непрерывная. Так, вопрос в чате. А строить кривые? И так есть задание в лице графика. Короче, да, если кому-то интересно, вот в прошлые годы была задача построить кривую. x от t равно t чо синус t, y от t равно t шинус t. Вот в экзамене была задача построить кривую, заданную параметрически. Этого не будет, забудьте. 100% не будет. Если экзамен на 3 часа, то строить кривую – это вообще кошмар. Вот. В смысле, строить график кривой. Этого не будет. Так вот. Исследовать на равномерную непрерывность. Значит, здесь ответ нет. Неравномерная непрерывная. Как понять, что это задача первого типа? Это задача первого типа, если функция имеет вид x в степени альфа на синус x в степени бета. Ну, что-то в этом роде. Вот. Это значит, что это задача первого типа. То есть, в общем, если в ней вот стоит вот так вот синус. Ну, либо, может, тут синус e в степени x в степени бета. Ну, в общем, что-то такое. Хорошо. Поняли, что это задача первого типа. Ответ она неравномерна и непрерывна. Почему она неравномерна и непрерывна? Ну, потому что синус колеблется же дико, да? а синус еще умножается на степенную функцию, которая растет на бесконечность. Ну, поэтому на бесконечность функция себя ведет вот как-то вот так. То есть она очень резко растет. Вот неравномерно и непрерывно — это когда очень резко растет. Это когда аргумент изменился чуть-чуть, а изменение функции вообще вот в космос ушло. Поэтому функция неравномерно и непрерывно. Значит, как это решать такие задачи? Решать такие задачи очень просто. Нужно подобрать две последовательности — xn' и xn2' такие, что модуль xn' минус xn2' стремится к нулю. Ну, то есть равномерная непрерывность, еще раз, — это когда что? Это когда дельта x стремится к нулю и дельта y стремится к нулю, да, при дельта x стремящемся к нулю. Это значит, что функция равномерно и непрерывна. Значит, функция неравномерно и непрерывна, когда дельта x стремится к нулю, а дельта y не стремится к нулю. соответственно чтобы доказать что функция неравномерно непрерывно нужно показать что f от иксен штрих знаете тут это напишем f от иксен штрих минус f от иксен два штриха не стремится к нулю все тогда задача решена и еще нужно в квантерах чуть-чуть написать чтобы был прям вот ну совсем как да но в принципе вот если вы подобрали для таких последовательности что вот это стремится к нулю от не стремится к нулю то в принципе уже задача решена и вам максимум снимут там 12 балла за то что вы не дописали в квантерах что-то да то есть по-хорошему еще после этого надо написать в квантерах пару слов вот ну хорошо давайте подберем для таких последовательности ну последовательности подбирать очень просто в таком случае это же синус да для синуса последовательности ну 2 пен плюс что-то наверное да значит сейчас я решу задачку начну решать неправильно чтобы вы поняли как понять вообще как решать задачу как понять что мы решаем неправильно вот сначала я подберу последовательности неправильные ну я не знаю какие последовательности подбирать 2 пен например xn штрих а xn 2 штриха ну не знаю 2 пен ну по-разному бывает кто-то берет плюс пи пополам для некоторых задач и это прокатывает кто-то берет плюс 1 на n давайте возьмем плюс 1 на n например xn штрих xn 2 штриха отлично ну вот давайте посмотрим это просто первое что пришло в голову мне и любому студенту кто пишет семестровые да вот давайте посмотрим что вот вот с такой вот с такими последовательности mi что будет ну для таких последовательности вот это выполняться будет модуль разности между ними стремится к 0 это же 1 на н да так окей ну осталось проверить а это вообще чё вот чё с этим она будет ли не будет стремиться к нулю давайте проверим модуле f от xn штрих минус f от xn 2 штриха равно. Так, ну подставляем. Вот это сюда равно. Начнем с того, что f от xn штрих чему равно? Оно равно синусу 2πn. Синус 2πn это 0. Значит f от xn штрих вообще не будет при таком выборе последовательности. То есть это просто модуль f от xn 2 штриха в данном случае. Ну подставляем кубический корень из 2πn плюс 1 на n умножить на синус 2πn плюс 1 на n. Как люди, знающие школьную тригонометрию, мы сразу берем и забиваем на 2πn. Потому что синус это функция 2π периодичная. Так, ну в таких задачах вообще можно не гнушаться разложением по формуле Тейлора. Почему? Потому что нам нужно понять, что это не стремится к нулю. То есть у нас вопрос, а какой предел? Если у нас вопрос, какой предел, мы можем написать вот так вот, эквивалентно. Разложим синус до первого члена. Модуль. Так, синус разложим до 1 на n. Из-под корня давайте вынесем, наверное, кубический корень из n. Ну прямо из-под корня вынесем давайте кубический корень из 2πn. И под корнем останется, под корнем останется, что? Кубический корень из 1 плюс 1 на 2πn квадрат. Вот так вот останется. Синус разложили до 1 на n. Вот. Значит, поясняю, что значит вот этот вот значок. Это что, приближенно равно или что это такое? Нет, это не приближенно равно. Это, можно над ним написать при n стремящемся к бесконечности. Это четкий значок. Значит, говорят, что f от x эквивалентно g от x при x стремящемся к x0, если предел их отношения f на g равен единице при x стремящемся к x0. Ну у нас тут последовательности, для последовательности то же самое. При n стремящемся к бесконечности. Ну ладно, вот мы с вами получили. Давайте теперь смотреть, что мы с вами получили. Мы получили, что вот эта вот байда стремится к единице, да? Ну, единица плюс что-то малое, да? Хорошо. Тут у нас n в степени 1 треть. Давайте его сократим. Ну, в общем, мы получаем, что это 1 на n в степени 2 третьих. Это стремится к нулю. То есть, дельта f получили мы, что стремится к нулю при таком вот выборе xn штриха, xn два штриха. Это плохо. Надо нам, чтобы оно не стремилось к нулю. Поэтому, значит, мы выбрали неверные последовательности. Ну ладно. Но мы отсюда сможем извлечь урок из этого неверного решения. Мы для себя поймем, а какие последовательности выбрать, чтобы это не стремилось к нулю. Значит, почему оно стремится к нулю? Потому что мы тут вынесли из-под корня, ну, по сути, кубический корень из n вынесли, да? Он сократился вот с этим n, и он не досократил. Он не досократил вот этот вот 1 на n, да? Ну, значит, надо сделать, чтобы он досократил это 1 на n. Ну, давайте сюда запузырим, например, n куб. Вот так вот. Тогда из-под корня уже вынесется не кубический корень из n, а вынесется уже n, да? Ну, все, изи, как бы. Прямо здесь, я думаю, что можно это написать. 2πn куб. Выносим, получается, из-под корня мы кубический корень из 2π умножить на n. И на n у нас сокращается. И все это дело стремится к кубическому корню из 2π. Ну, это определенно не 0. Вот, теперь норм. Теперь хорошо. Мне кажется, что вот даже не особо умный студент вот прям вот до такого решения спокойно может допереть, да? Тут только 2πn в четвертый тогда будет, да? Мы n куб вынесли. Да? Ну вот. То есть еще раз, значит, решение. Выбрали две последовательности. Проверили, что модуль xn' минус xn2' стремится к нулю. Прямо вот так и записали. Заметим, что стремится к нулю. Потом проверяем. Должно вот это не стремиться к нулю. Ну, заметили, что f от xn' это 0. Получается, это модуль f от xn2'. Подставили xn2', ну, как-нибудь подразложили, может быть, если это надо. Вот, получили, что это стремится не к нулю. Значит, мы победили. Вот. Но теперь последний шаг в этой задаче, то есть первый шаг подобрать последовательности и проверить, что это стремится к нулю, это не стремится к нулю. А второй шаг в этой задаче это формализовать. Значит, давайте первый шаг. Второй шаг. Формализуем. То есть, значит, что мне здесь не нравится? Что мне здесь не нравится? То, что в определении равномерной непрерывности я, если честно, последовательности не видел. Вот. Поэтому мы вообще непонятно, чем здесь занимались. Ну, давайте поймем, что то, чем мы здесь занимались, это то, что от нас хотят. Я хочу что видеть? Я хочу видеть отрицание определения равномерной непрерывности. То есть, что существует эпсилон, равное чему-то, я должен его конкретно предъявить. Такое, что для любого дельта больше нуля найдутся x штрих, x два штриха, принадлежащие r, потому что мы на r исследуем, принадлежащие r. Такие, что модуль x штрих минус x два штриха меньше, чем дельта. И при этом модуль f от x штрих минус f от x два штриха больше либо равно, чем эпсилон. Значит, это определение равномерной непрерывности. Это мы хотим получить. Хотим получить. Доска уже кончается, я думаю, надо стереть вот с тех досок. Сейчас быстренько сотру. И это. Вот. И сейчас вот из того, что дельта x стремится к нулю, а дельта f не стремится к нулю, мы вот с вами выведем, как это связано с определением равномерной непрерывности. То есть нам нужно... Определение именно для случая, когда у нас не... Да, это отрицание. Это отрицание определения равномерной непрерывности в нашем случае. Так. Значит, вот. Ну, давайте поймем, как формально это получить. Что у нас есть? Модуль xn штрих минус xn два штриха стремится к нулю. При n стремящемся к бесконечности. Давайте запишем определение этого. Сейчас я просто в три строчки это получу. Для любого ε существует n. Только мне не нравится буква ε, я напишу дельта. Для любого дельта больше нуля существует... Давайте назовем этот номер... Ну, давайте n1. Натуральный. Такой, что для любого n больше либо равного, чем n1, выполняется модуль... Ну, определение предела записал. Меньше дельта. Вот. Хорошо. Теперь давайте запишем, что мы здесь получили. Мы получили, что вот этот вот модуль f от xn штрих минус f от xn два штриха стремится к кубическому корню из двух π. Это значит, что начиная с некоторого номера, оно больше, чем кубический корень из двух π разделить на два, например. Да? Ну, последовательность. Стремится к кубическому корню из двух π. Значит, начиная с некоторого номера, оно больше, чем кубический корень из двух π пополам. Собственно, вот. Давайте это запишем. Следовательно. Существует ε, равное. То есть вот здесь я пишу, следовательно, они равносильны. Здесь я написал определение сходящейся последовательности. А здесь я пишу. Значит, начиная с некоторого номера, оно больше, чем кубический корень из двух π пополам. То есть существует ε, равное кубический корень из двух π пополам. Такое, что существует номер n2, начиная с которого оно больше, чем вот это ε. Для любого n больше либо равного, чем n2, выполняется. Здесь именно ε, которое мы запишем вот сюда. Значит, выполняется модуль f от xn' минус f от xn2' больше либо равно, чем ε. Окей, значит, а теперь я хочу получить вот эту вот штуковину. То есть я хочу, чтобы, во-первых, выполнялась вот эта вот, x' минус x2' меньше δ, и, во-вторых, я хочу, чтобы выполнялась вот эта вот. f минус f больше ε, да? Оно выполняется, вот, вот, x' минус x2' меньше δ для каких номеров? Для номеров больше n1. Окей. А для каких номеров f от x' минус f от x2' больше, чем ε? Ну, для номеров больше, чем n2. Мне нужно предъявить конкретные x' и x2'. Ну, давайте возьмем n0, возьмем n0, равное максимуму из n1 и n2. Тогда для, соответственно, xn0' и xn0'2' будет выполняться и вот это, и вот это, да? Ну, все, задача решена. То есть, таким образом, существует ε, равное кубическому корню из 2π пополам. Значит, только нужно тут написать для любого δ. Для любого δ больше 0, существует n0. такое, что модуль xn0' минус xn0' два штриха меньше, чем δ. Точка с запятой. И при этом модуль f от xn0' минус f от xn0' два штриха больше, либо равно, чем ε. Ну, вот. Все, значит, неравномерно, непрерывно. Это уже похоже на определение. Ну, давайте еще будем немножечко точнее. Перепишем это в следующем виде. Следовательно, существует ε, равное кубический корень из 2π пополам. Такое, что для любого δ существует xn0' xn0' два штриха, принадлежащие r. Такие, что модуль xn0' минус xn0' два штриха меньше δ, точка с запятой. Модуль f от xn0' минус f от xn0' два штриха больше, либо равно, чем ε. Вот. Все. Это уже точно. Вот это вот определение отрицания равномерно непрерывно. Следовательно, неравномерно, непрерывно. Вот. Значит, это вот супер, вот четкое, хорошо оформленное решение. Единственный минус этого решения, это то, что очень плохой почерк. Так. Ну вот. То есть, главное в этой задаче, суть этой задачи, это подобрать последовательности. Дальше вы во всех задачах делаете одно и то же. Первая строчка. Переписываете то, что xn0' минус xn2' стремится к нулю, вот прям так же переписываете. Следующая строчка. Переписываете, что начиная с некоторого номера, оно больше, чем вот эта вот байда пополам. И третья строчка, говорите, значит, отрицание и определение равномерной непрерывности. Можете даже эту строчку не писать. Сразу можете это писать. Вот. То есть, эти три строчки будут идентичны во всех задачах. От задачи к задачи будет только варьироваться, что здесь стоит. Если здесь будет стремиться к бесконечности, то здесь можно поставить любое число, например, единицу. Так. Какие? На последней строчке можем не писать, но то, что у нас существует n0. Вот здесь вот? Вот здесь, да, вот здесь можете не писать. Ну, какая разница, существует n0 или существует xn0' xn0' и это же одно и то же, да? Подразумевается, если существует n0, то существует n0, то существует xn0' xn0' Ну, просто мы же, получается, их не предъявляем в самой последней строчке. Нет, ну, имеется в виду, что до этого мы написали, какое n0. Вот здесь вот мы написали, какое n0. Главное написать, что это максимум. То есть, мы как бы скрыто. Это как бы здесь стоит скрыто. Вот так вот, в скрытых скобочках, да, скрытая папка на компе, да. Существует n0, равное максимуму в скобочках. Такое что, да? Но это мы специально не пишем, чтобы не портить сам вид определения равномерной непрерывности. Можете не писать его здесь. То есть, вот если вы так напишите, уже не докопаются никак до вас. На самом деле, на самом деле, вы можете написать, я думаю, что вот, вы можете сразу написать, существует epsilon, равное кубический корень из двух фи пополам, такое что, вот так вот. Если вы так напишите, то тоже там вероятность 0,75, что до вас не докопаются. Но, чтобы перестраховаться, лучше вот запомнить и написать вот эти вот три строчки. Вот. Но если вы сходу напишите так, то, ну, вряд ли придерутся. Ну, максимум балл снимут. Но я советую написать вот так, аккуратненько. Вот. Понятно? Понятно. Хорошо. Значит, ну, еще я напишу парочку условия и, ну, вот такой задачи, и какая последовательность нам подойдет. Вот если условие такое, y, точнее, f от x, равняется корень из x, косинус x квадрат. Тогда в качестве xn' нам подойдет 2πn. Точнее, мы видим косинус x квадрат, да? Чтобы под косинусом было что-то нормальное, надо, чтобы был корень из 2πn. xn2' равняется корень из 2πn плюс π. Но в целом у меня есть такое подозрение, что если вы напишите корень из 2πn плюс 1 на n, может быть, тоже прокатит. Но это не точно. Вот здесь вот. Давайте плюс π пополам плюс будет. Вот. Оказывается, что кому-то это не очевидно, но оказывается, что модуль xn' минус xn2' стремится к нулю. Вот. Не очевидно, но это так. Вот. Значит, в этой задаче вот такие последовательности. Еще какой вариант. Ну, например, f от x равно x косинус корня из x. Ну, в этом случае нам подойдут последовательности xn' равно 2πn в квадрате. xn2', 2πn плюс π пополам в квадрате. Видите, последовательности везде одинаковые, условия везде одинаковые. Это задача, по-моему, из трех разных годов. Вот. Ну, самое жесткое, что было, это вот мы разбирали с вами на доп.семинарии, f от x равно x квадрат синус от логарифма x. В этом случае xn' равно e в степени 2πn, а xn2' равно e в степени 2πn плюс e в степени минус 4πn. Причем e в степени минус 4πn стоит вот в этой степени. Как до этого допереть, я рассказывал на доп.семинарии, это есть в конспекте семинара и так далее. Вот. И в доп.семинарии на прошлый, в прошлый год, если вы найдете этот год, не найдете, то там тоже это рассказано. Ну, это самое жесткое прям вот вообще копиться. Так, хорошо. А, Александр, еще можно вопрос? Да. А вот почему вот в первом случае xn в вашем фониме n' стремится к нулю? В этом случае? Да. Так, что? Еще раз. Ну, как это доказать, что она стремится к нулю? Ну, надо домножить на сопряженные просто. И все получится, да? Ну да, домножаешь на корень из 2πn плюс корень, там в итоге 2πn сократится в числителе, в числителе останется 2πn, а в знаменателе что-то вроде корня из n. И там все будет стремиться к нулю. Там сходу все получается. А во втором случае? Вот в этом? Да. А, вот в этом я накосячил, я думаю. Так. Наверное, накосячил, да. А может, не накосячил. Давайте во втором случае подумаем. Можно я, в принципе, сделать? Что? А можно эту xn штрих минус xn2 штриха? Ну, давайте, да, давайте, вот во втором случае, возможно, я набрал, давайте проверим во втором случае. Будет ли xn штрих минус xn2 штриха стремиться к нулю? Есть подозрение, что не будет, но это не точно. Ну, не будет, да. Надо что-нибудь придумать похитрее. Давайте, наверное, возьмем 2πn плюс 1 на n. Может так? Вот. Давайте попробуем в этом случае сделать так. xn2 штриха минус xn штрих. Ну, давайте сразу, ладно, запишем. Значит, 2πn плюс 1 на n в квадрате минус 2πn в квадрате равняется. Давайте по разности квадратов разложим. Получается 2πn плюс 1 на n минус 2πn умножить на 2πn плюс 1 на n плюс 2πn. Так, ну и что у нас тут? Ага, понятно. 2πn сократилось. Тут будет 1 на n, да? А тут что-то вроде 4πn. Не подходит. Ну, хорошо. А кто мне скажет, как тогда исправить, чтобы это стремилось к нулю? 1 на n квадрат сделать. Вот. Мне тоже так кажется. 1 на n квадрат. Давайте возьмем. Квадрат, квадрат. Ну, по-моему, это уже будет стремиться к нулю, да? Тут будет... Ну, это эквивалентно чему? 4πn получается, да? Вот здесь 4πn остается. На 1 на n мы забиваем. Это мало по сравнению с 2πn. Только тут плюс 1 на n квадрат. Тем более забиваем. Разделить на n квадрат, и это уже стремится к нулю. Вот. Ну, вот, видите. Мы сами с вами нашли косяк. И сами придумали довольно очевидно, как его и устранить, да? Чтобы все стремилось к нулю. А разве 1 на n не подходит? А 1 на n не подходит, потому что у нас тогда бы здесь было вот так вот. И это не стремилось бы к нулю. Там же получается 4π плюс 1 на n квадрат. А, да, понятно. Все. Ну, ты просто вот если вот так вот это распишешь, как мы расписывали только что, да? У тебя останется вот это. 4πn делить на n. Вот. n сократится, останется 4π. И это не стремится к нулю. Понятно? Так, всем понятно или еще раз нужно пояснить, что почему стремится, что почему не стремится? Нормально, да? Можете еще раз объяснить? Еще раз. Значит, смотрите. Если у нас здесь было 1 на n. У нас было вот так вот. В этой скобке, значит, я хочу написать значок эквивалентно. То есть в пределе, в пределе чему это равно, да? Если я пишу в пределе, то на 1 на n можно забить, потому что он очень мал по сравнению с 2 пи n. То есть если я пишу значок эквивалентности, я забиваю. И в этой скобке остается 4πn. А в этой скобке остается 1 на n. Получаем 4πn делить на n. n сокращается, получаем 4π. Это не стремится к нулю. Значит, нам не подходит. xn штрих минус xn два штриха должно стремиться к нулю. Вот. А если мы возьмем 1 на n квадрат, то здесь уже будет стоять знаменатель n квадрат. Это будет в этом случае равно 4π делить на n. И будет стремиться к нулю. И вот теперь уже норм. Вот. Окей, спасибо. Ну, после этого надо не забыть еще проверить, что f от xn штрих минус f от xn два штриха не будет стремиться к нулю. Ну, будем считать, что это справедливо. Если хотите, проверьте. Ну, там, в общем. Ладно. Значит, таким образом, это первый тип задач на равномерную непрерывность. Ну, в принципе, вполне решаемо, да? На всякий случай, если вы переживаете, да, вот, ну, то, что тут надо подумать в таких задачах, ну, тут реально надо немного подумать, да, ну, чуть-чуть совсем, то мой вам совет, начинайте с задач чисто типовых, чтобы получить много баллов гарантированно, да, на задачах, которые вы умеете решать. То есть, например, найти два предела, да, потом, не знаю, построить два графика, потом еще там все остальные типовые задачи решить, ну, а потом уже под конец оставить задачи, в которых нужно подумать, на тот случай, если вы не придумаете. Кому как удалось... Да. А мы можем сделать проще, например, использовать вот ту теоремку про то, что если у нас производная неограничена, ну, при их стремящемся к бесконечности, она тоже на бесконечность уходит, то функция неравномерная. Значит, смотри, эта теорема нам не подойдет. Поясняю, ребят, какой был вопрос. Был вопрос такой. У нас есть утверждение, было в семинаре. Утверждение следующее. Если предел производной на бесконечности равен бесконечности, то функция неравномерна и непрерывна. Вопрос, нельзя ли просто воспользоваться этой теоремой в этой задаче? Ответ нельзя, потому что в условиях теоремы сказано, производная должна стремиться к бесконечности, а у нас здесь производная не стремится ни к чему, у нее нет предела на бесконечности. Поэтому, к сожалению, здесь это утверждение не подойдет. Ну, вот, например, задача, где вот х квадрат синус логарифм х, там, по-моему, все нормально, она уходит на бесконечность как раз. Кто, производная? Да. Ну, ладно, давайте проверим. Значит, напоминаю, есть теорема. Когда f' стремится к бесконечности при х, стремящемся к плюс бесконечности, тогда неравномерны и непрерывны. Ну, там еще надо добавить, пусть функции дифференцируем, и на интервале от а до плюс бесконечности. Вот. Значит, х квадрат синус от логарифма х. Проверим, прокатит ли эта теорема. Возьмем производную. f' равно 2х синус логарифма х плюс х квадрат косинус логарифма х. Ну, еще поделить на х, да? Квадрат сокращается, х сокращается. Да? Ну, вот. Ну, всем видно. Ну, короче, взяли производную. Тут получилось 2х синус логарифма х плюс х косинус логарифма х. Ну, мнение очевидно, что у этой производной есть предел. То есть надо, вот, чтобы воспользоваться теоремой, нужно не просто сказать, что она не ограничена, нужно доказать, что у нее есть предел на бесконечности. Это разные вещи, как вы помните. Вот, кстати, вам вопрос на устном экзамене. Функция бесконечно большая и функция неограниченная. Дайте определение, следует ли из одного другое, да? Ну, мы это разбирали тоже на доп. семинаре. Вот типичный вопрос на устном экзамене. Все очень любят его задавать. Как связаны неограниченная и бесконечно большая функция? Вот. Ну, тут, ну, ну, явно, по-моему, предел не равен бесконечности. Его не существует. Ну, по гейной можно взять две последовательности. Там, е в степени 2pn, е в степени пип-палам плюс 2pn, да? Скорее всего, прокатит. Поэтому так решать нельзя. То есть, проще эта задача не решается. Эту задачу можно решить по утверждению. Возможно, можно решить. И это не точно, и лучше так не делать. Но есть некая вероятность, что его можно решить по утверждению, по-моему, 11-му или что-то такое из метаички Кожевникова. По равномерной непрерывности. После восьмого утверждения у него идут прям вот, ну, очень сложные утверждения, в общем, непонятные и так далее. Вот, возможно, с помощью одного из них можно решить эту задачу. Вот такого типа. Но я бы не советовал. Еще. Если вы пользуетесь каким-то утверждением, то надо его написать. Не утверждение, там, 3 из семинаров с Кубачевского, да, и не утверждение, 8 из семинара Кожевникова, из метаички Кожевникова. Надо написать. Утверждение, там, пусть функция тролли-вали, да, дифференцируемая, пусть f штрих ограничена, тогда функция равномерно непрерывна. Вот. Хорошо. Значит, перейдем ко второму типу задач. Извините, а надо ли доказывать эту рождение? Нет, доказывать их точно не надо. Спасибо. Значит, второй тип задач. f от x равно логарифм 1 плюс 4 корни из x. Исследовать на равномерную непрерывность на множестве e от 0 до плюс бесконечности. Вот. Значит, это задача второго типа. Как понять? Ну, в ней будет что-то вроде как раз, скорее всего, логарифма. В ней, наверное, синуса не будет. Вот. Значит, это задача второго типа. Значит, в задачах второго типа ответ да, равномерно непрерывно. В этих задачах нужно будет, скорее всего, воспользоваться каким-нибудь из утверждений, которые доказывают, что функция равномерно непрерывна. Здесь мы воспользуемся двумя. Первая — это теорема Кантера. Теорема Кантера. Значит, пусть функция f непрерывна на отрезке АВ. Следовательно, f равномерно непрерывна Rn на АВ. Вот. Теорема Кантера, ее все знаете. Еще из моего семинара было утверждение 3, которым мы воспользуемся, и, скорее всего, именно этим утверждением и теоремой Кантера нужно пользоваться в таком типе задач. Значит, утверждение 3 заключается в следующем. Пусть f дифференцируемо, ну, на некотором множестве e, неважно. e — это некоторое множество. Некоторое множество. и f' ограничено на множестве e. Тогда f равномерно непрерывно на множестве e. не всегда очевидно, что производная ограничена. Иногда это следует доказать, что производная ограничена. Ну, вот видим какую-то функцию. Как доказать, что эта функция ограничена? Давайте напишем утверждение звездочка. Это утверждение не относится к равномерной непрерывности. Это утверждение из 1 дз. Собственно, как доказать, что функция ограничена? Пусть, давайте скажем, g от x непрерывно от a до плюс бесконечности. Кроме того, известно, что предел g от x при x стремящемся к a плюс 0 существует. Принадлежит r, значит, существует, является конечным числом. И также известно, что предел g от x при x стремящемся к плюс бесконечности существует и является конечным числом. Тогда g от x ограничена на от a до плюс бесконечности. Вот. Зачем я сказал утверждение звездочка? Затем, что если вы будете решать задачу, если вы в ней захотите показать, что производная ограничена, это нужно будет тоже как-то доказать, да? Ну, ежику, понятно, не прокатит. Вот чтобы аккуратно доказать, что производная ограничена, нужно воспользоваться утверждением звездочка, в котором в качестве функции g от x мы возьмем f штрих. Вот. Можно вас, пожалуйста, попросить на пальчах быстро проговорить доказательство этого утверждения, если оно не длинное? Доказательство утверждения? Да. Звездочка? Угу. Ну, это была задача... Сейчас скажу, какая. В общем, 76-я, не помню, из какого-то параграфа, то ли 9-го, то ли 10-го, то ли 11-го из ДЗ. Ну, смотри, мы давай докажем для случая, если функция непрерывна на вот а до плюс бесконечности, и вот этот предел существует и равен r. Ну, если у нас тут случай круглой скобочки, нужно будет просто продолжить по непрерывности. Вот. Вот мы для такого случая, это задача 76-я. Вот, соответственно, что мы делали? Мы говорили, что предел существует. Значит, существует предел. Так, значит, для любого ε существует δ, такое, что для любого x, который больше, чем δ, ну, x стремится к плюс бесконечности, окрестность плюс бесконечности, я здесь пишу, выполняется модуль f от x минус a, ну, предел равен a, я считаю, существует предел, равный a. Ну, забейте, это просто декатство, вы как бы так можете одним ухом слушать. Минус a меньше ε. Ну, вот. Ну, в частности, отсюда следует, что для ε равного единицы существует конкретное δ1, такое, что для любого x больше, чем δ1, модуль f от x минус a меньше, чем 1. Ну, это значит, что f от x меньше, чем, там, a плюс 1 и больше, чем, по-моему, так, минус 1 плюс a, да? Нет. 1 минус a. Нет. a минус 1. Вот. Ну, вот, то есть, это значит, что начиная с некоторого δ1, функция f ограничена. Вот у нас δ1, вот у нас a, да? Соответственно, мы знаем, что здесь она ограничена, да? Это вот следует отсюда. Ну, а вот на этом вот отрезке, это отрезок, известно по условию, что функция непрерывна. Непрерывно, значит, по теореме Верштрасса ограничена. Значит, функция ограничена здесь, ограничена здесь, значит, она ограничена везде. В случае, если здесь круглая граница, и еще накладывается условие, что существует предел при x, стремящемся k плюс 0, берем, продолжаем по непрерывности на множество от a до плюс бесконечности. Просто говорим, что да, определим функцию на вот таком множестве. Так что f от a равно пределу. Вот. Вот так это доказывается. Ладно, так, давайте это сотрем. Так, это я сотру. Это я черточку тоже сотру. Так, тут у нас скобочка круглая. Вот, все. Значит, вот эти три утверждения нам понадобятся, чтобы решить задачу. Значит, задача решается в три действия. Действие номер один. Нужно доказать, что производная ограничена. Вот. Ну, сразу спойлер. Если брать все такое множество, вот на всем этом множестве производная не будет ограниченной. Давайте найдем f' f' равно 1 делить на 1 плюс 4 корни из x умножить на 4 поделить на 2 корни из x. Давайте немножко это причешем. Равняется 2 поделить на корень из x плюс 4x. Пожалуйста, вот производная. Значит так. На множестве от 0 до плюс бесконечности она не ограничена. Потому что в 0 там, ну, она на бесконечность улетает. У нас проблема. Значит, придется наше множество e разбить на два множества. e1 и e2. Значит, рассмотрим. Множество e2 от единицы до плюс бесконечности. Вот на множестве e2 уже мне кажется, что f' будет ограничена. Значит, на множестве e2. Но опять же, надо перестраховаться. Если вы скажете, очевидно, что f' ограничена на e2, вам могут не поверить. Чтобы доказать четко, что производная ограничена, нужно воспользоваться утверждением звездочка. Значит, на e2 f' от x непрерывно. Во-первых. И во-вторых, существует предел f' от x при x, стремящемся к плюс бесконечности. Но он равен, конечно же, нулю. Отсюда мы делаем вывод, что f' ограничена на e2 по утверждению звездочка, в котором в качестве функции g от x мы взяли f от x. Вот. Ну, еще раз, значит, утверждение звездочка, если мы в нем, если мы в этом утверждении уберем вот этот предел и поставим квадратную скобку, то это будет то же самое утверждение, идентичное. Вот. Вот мы бы воспользовались такой модификацией утверждения звездочка. На работе нужно будет доказывать это утверждение? Или просто... Нет, доказывать никаких утверждений не нужно. Эти утверждения мы считаем, что знаем. Но если вы решите воспользоваться утверждением 11 извращенским извод, ну, классное утверждение, но лучше им не пользоваться, да? Измитрий Щек-Кожевникова, его мало кто знает. Его вас заставят на устном экзамене доказывать, на апелляции к задаче, за которую вам ноль поставят. Вот. Вы его не докажете, получите ноль за задачу, в общем, вы пойдете. Так что утверждениями, которые никто не знает, лучше просто не пользоваться. Вот. А доказывать вот такие вот утверждения, которые все знают, вас не заставят. По крайней мере, на устном. Максимум, что заставят на письменном... Тьфу, на письменном не заставят. Максимум, что заставят, это на устном, когда вы будете апеллировать. Ну, если вам оставят ноль незаслуженно. Вы такой, типа, блин, все же правильно. Вам говорят, а докажите. Вот. Но вот эти утверждения вас не заставят доказывать. Ладно, значит, f' ограничено по утверждению звездочка на e2. Следовательно, f равномерно непрерывно. На e2 по утверждению 3. Отлично. Теперь давайте рассмотрим множество e1. От нуля до... Только не до единицы, как мы могли подумать, а до двоечки. Почему на двоечки, скажу потом. f непрерывно. Ну, то, что непрерывно, доказывать точно не надо. f непрерывно на e1. Следовательно, f равномерно непрерывно на e1. По теореме Кантера. Второй пункт готов. Теперь третий пункт. Третий пункт состоит из идентичных трех строчек для любой задачи. Третий пункт. Значит, пишем. f равномерно непрерывно на e1. Пишем определение равномерной непрерывности. Для любого epsilon существует delta 1. Такое, что для любых x' x2' принадлежащих e1, таких, что модуль x' минус x2' меньше, чем delta 1, выполняется модуль f от x' минус f от x2' меньше, чем epsilon. Вторая строчка. То же самое для e2. То же самое, только пишем delta 2. Такое, что для любых x' x2' принадлежащих e2, таких, что модуль x' минус x2' меньше delta 2, выполняется модуль f от x' минус f от x2' меньше epsilon. И теперь третья строчка. Следовательно, для любого epsilon существует... Для любого epsilon больше нуля. Существует delta равная минимуму из... Так, сейчас, минимуму или максимуму? Минимуму. Да, минимуму. Из delta 1, delta 2 и единицы. Такое, что для любых x' x2' принадлежащих e, таких, что модуль x' минус x2' меньше, чем delta, выполняется модуль f от x' минус f от x2' меньше epsilon. Следовательно, f равномерно непрерывно на e, чтд. Равномерно непрерывно на e, чтд. Вот. Можете не понимать, просто писать эти три волшебные строчки, и будет вам счастье. За то, что вы... То есть, вот первые два пункта вроде вы доказали, да, равномерную непрерывность на e1 и e2. Ну, вроде, казалось бы, все, да, задача решена. Но нужно объединить. То есть, нужно сказать, что из того, что функция равномерно непрерывна на e1 и e2, следует, что она равномерно непрерывна на e. Вот то, что из равномерной непрерывности на e1 и e2 следует равномерная непрерывность на e, мы показываем в пункте 3. Этот пункт идентичный для всех задач. Такого типа. Вот прям вот так вот берем его и пишем. Теперь я все-таки скажу, что я... А зачем нам нужна единица в уменьшении? Что? Да, значит, это я сейчас объясню. Значит, я сейчас объясню, да. Значит, вот так вот можете, не думая, писать, и будет счастье. Теперь я объясню все-таки, почему я так написал. Значит, вот у нас e1, да. Вот у нас e2. Значит, я в качестве дельты взял минимум из дельта 1 и дельта 2. Это значит, что если x' и x2' принадлежат, ну, типа e, это либо e1, либо e2, да. Соответственно, если x' и x2' принадлежат вот здесь вот, такие взятые, что они принадлежат e1, то будет справедлива первая строчка. Если x' и x2' здесь такие, что они принадлежат e2, то для них будет справедлива вторая строчка. Ну, они же меньше, чем дельта 2, потому что дельта это минимум из дельта 1 и дельта 2. Вот. Собственно, поэтому справедливое это утверждение. Но может быть такое, что x' и x2' лежат вот так вот. x' здесь, x2' здесь. То есть, 1 принадлежит e1, 2 принадлежит e2. Тогда для них не будет справедлива ни первая строчка, ни вторая строчка. Нас не устраивает это. Поэтому мы говорим, что дельта не может быть, соответственно, в случае, если дельта это единица, в случае, если дельта больше единицы, мы этот случай отметаем. То есть мы отметаем случай, когда x' лежит здесь, x2' лежит здесь, когда они лежат в разных множествах. Единицы, потому что по множеству длины именно единицы пересекаются e1 и e2. Мы специально их взяли вот так немножко внахлёст, эти два множества, чтобы обязательно x' и x2' лежали либо в e1, либо в e2. А лежать одному в e1, другому в e2 мы запретили, ограничив вот так вот единичкой. Не забудьте, что нужно именно взять e1 и e2, чтобы они пересекались по некоторому отрезку. Ну, проще всего, длины единичка. Как-то так. А в e2 единица, получается, не включается, да? Что говоришь? В e2 мы не включаем единицу. В e2 мы не встречаем единицу? Не включаем. А. Выколота 1, да? То есть в e2 нет 1. Нет, ну почему? Включаем. Почему не включаем? Включаем. Ну, это, на самом деле, не очень важно. Включаем, не включаем. Мы включили, можно не включать. Тогда там же придётся ещё, ну, утверждения звёздочка говорит по пределу. При x' и cm1. А вы же это не говорили. Ну, я сказал, что утверждение звездочка можно сформулировать так, как я вначале сформулировал, а можно сформулировать, как я потом переписал, сделав левую границу квадратненькой. Это будет то же самое. Так что можно и так, и так. Это неважно. Можешь и так делать, и так делать. Как тебе больше нравится? Утверждение звездочка в двух вариантах справедливо. Скажите, пожалуйста, в этой задаче мы могли для производа не использовать утверждение звездочка, а просто сказать, что оно ограничено. Ну, тут же у нас, допустим, производная больше нуля, но меньше 2 разлит на 5. Ну, я думаю, что скорее всего можно. Чтобы совсем перестраховаться, конечно, лучше использовать, но я думаю, что можно. Ну, да, если да, если она ограничена и строго. Таким-то числом строго бывает, там все нормально. Ну, в общем, если так сделать, если так вот аккуратненько сделать и по утверждению звездочка, будет четко. Если вот, как вы говорите, ну там, если аккуратненько все расписать, то, наверное, вам не снимут бал. Ну, вряд ли будут этим заниматься. Но я не на 100% в этом уверен. Вот. Для признаков равномерной перерывности на то множество, которое нам надо, мы же можем сослаться на утверждение, что если функция равномерной перерывной на двух отрезках, в которых есть общая точка, то она равномерной перерывной на отрезки и объединения. Ну вот, смотри. Или мы не можем сослаться на него здесь? Вот в этой задаче, по-моему, просто бывает критерий. Критерий, что вы написали эти три волшебные строчки. Поэтому вот я не уверен, я тебе не могу сказать с уверенностью, что можно воспользоваться тем утверждением, которое ты сказал. Я его знаю, но я не уверен, что ему можно воспользоваться, не потеряв баллы. Возможно вас заставить его доказать на апелляции и так далее. Вот так вот точно прокатит. Ну, что, три строчки лишние написать. Как ты говоришь, ну, так было бы логично, что в каждой задаче так доказывать, но я не уверен, что не снимут баллы, если ты воспользуешься этим утверждением. Потому что, по-моему, был прям балл в критериях в каком-то году, то, что, ну вот, записаны вот эти три строчки, грубо говоря. Но, может, и можно. Вот. Так, ну ладно, в общем, с равномерной непривностью мы покончили. Если вы хотите знать все утверждения, которые могут, ну вот, вряд ли вам другие утверждения пригодятся, кроме тех, которые я сказал. Ну, может, пригодятся. Вот, чтобы все утверждения знать, которые могут вам пригодиться, гляньте там конспект семинара моего. Там прям я в конце пишу, какое утверждение для чего нужно. Вот. Если, ну, вы хотите совсем-совсем перестраховаться, посмотрите методичку Кожевникова. Я, кстати, оттуда много взял. Вот. Но методички Кожевникова после девятого утверждения, ну, начинаются прям совсем такие утверждения, ну, проще решить, по-моему, по определению доказать, что нет, чем по этим утверждениям решать. Вот. Ладно, все. Самое жесткое разобрались. Теперь давайте поговорим про девятую задачу. Девятая задача, которой, может быть, не будет. Вот. Ну, все-таки мы начинаем с такого, более сложного. Первый вариант, что может быть в девятой задаче. Х1 равно 1. Хn плюс 1 равно корень из 30 плюс хn. То есть последовательность задана рекуррентно. Нужно исследовать насходимость и найти предел. Клиент, стремящийся к бесконечности. Вот. Значит, эта задача была в ДЗ. Эту задачу я разбирал на доп. семинаре. Ну, только чуть-чуть другую, да, но тема та же. Но я думаю, что ее стоит разобрать, потому что я думаю, что ее многие забыли. Чтобы вы лишний раз не повторяли. Значит, алгоритм решения данной задачи следующий. Это также типовая задача. Но считается теоретической и встречается не каждый год. Пункт 0. Достали черновичок, поняли, куда подгонять. Значит, на черновичке. Значит, смотрите. Предел при n, стремящемся к бесконечности, обозначим, xn плюс 1, равен предел xn при n, стремящемся к бесконечности, равен a. В скобочках. В предположении, что xn сходится. Ну вот если последовательность сходится, то легко понять, что предел xn плюс 1 равен предел xn тому. Ну там все в хвосте, да, в общем. Там можете аккуратно по определению. Ну, заказывать это не надо, это ежу понятно. Тут доказывать не надо. Вот. В общем, это так. Ну, если это так, давайте перейдем к пределу в уравнении 1. Значит, предел в уравнении 1 при n, стремящемся к бесконечности. Что мы получаем? Мы получаем, что предел xn плюс 1 при n, стремящемся к бесконечности, равен корень, ну, то, что предел под корень заносить, считаем, что можно. 30 плюс предел при n, стремящемся к бесконечности, xn. Я сказал, что предел равен a. Значит, a равно корень из 30 плюс a. Решаем квадратное уравнение. a квадрат минус a минус 30 равно нулю. a равно a 1 2 равно 1 плюс минус 11 разделить на 2. Либо минус 5, либо 6. Минус 5 не подходит, потому что мы видим, что все члены последовательности больше нуля. Вот. Отсюда мы говорим. Значит, следовательно, предел xn при n, стремящемся к бесконечности, равен a. Вот. Значит, взяли пункт равен 6. Значит, мы это делаем пункт на черновичке, потому что некрасиво искать предел, если мы не доказали, что предел существует. То есть тот, что последовательно сходится. Но мы это делаем в начале, а не в конце, чтобы понять, куда подгонять. Вот. Потом этот пункт мы просто идентично перепишем в конце задачи. Напишем пункт 3. И вот это перепишем. Но пока что мы это оставили на черновичке. Ну, если это расписывать неподробно, это полминуты. Решить квадратное уравнение, да? А что у нас в скобах написано в предположении, что последовательность xn сходится? Ясно, спасибо. Вот. Дальше. Теперь мы вот в таких задачах нужно доказать по теореме Верштрасса о пределе монотонной последовательности, что она сходится. То есть надо доказать в первом пункте, что она ограничена, во втором пункте, что она либо возрастает, либо убывает. Дальше сказать. Третий пункт. По теореме Верштрасса предел существует. Все. Вот и все решение задачи. Ну, давайте докажем, что xn ограничено. Значит, мы не просто так нашли, куда подгонять. Мы понимаем, что надо доказать, что она ограничена 6. Вопрос. Она ограничена 6 сверху или снизу? Как себя последовательность ведет? Давайте подумаем. 6 — это корень из 36, насколько вы знаете, да? Вот один. Корень... Ну, в общем, я думаю, что последовательность будет вот так вот стремиться к 6. Возрастать и ограничено сверху шестеркой. Ну, потому что первый член 1, следующий член — это чуть меньше 6, ну и так далее. Вот. Значит, подгонять вот к этому. В первом пункте доказать, что ограничено сверху 6, надо будет. Во втором пункте доказываем, что возрастает. Значит, первый пункт. Докажем, что xn ограничено сверху числом 6. Числом 6. Ну, короче, докажем, что xn меньше 6. По индукции. По индукции. По индукции, я думаю, доказывать все умеют. Значит, база индукции. x1 — это единичка. Единичка меньше 6. Верно. Индукционный переход. Индукционный переход. Предположим, что xn меньше 6. Тогда нужно доказать, что xn плюс первое меньше 6. Тогда. Тогда проверим, что xn плюс первое, которое равно корень из 30 плюс xn, меньше 6. Вот. Ну, как это проверить? Возводим в квадрат. 30 плюс xn меньше 36. xn меньше 6. Тире. Значит, верно. Как раз при xn меньше 6. Следовательно, xn меньше 6 для любого n натурального. первое. Все. Доказали, что ограничено сверху. Теперь надо доказать, что возрастает. Второе. Докажем, что xn возрастает. Начиная с первого номера, получается. Значит, то есть нам нужно доказать, что xn плюс первое, запятая, то есть xn плюс первое больше, чем xn. Вот. Ну, то есть нам нужно проверить, верно ли, что корень из 30 плюс xn больше, чем xn. 30 плюс xn больше, чем xn квадрат. xn квадрат минус xn минус 30 меньше нуля. Корни минус 5 и 6 меньше нуля вот здесь вот. Наша последовательность как раз лежит вот здесь. Наша последовательность xn принадлежит от единицы до 6. Ну, скажем так, от нуля до 6. То, что больше нуля очевидно, то, что меньше 6, мы доказали в первом пункте. Следовательно, выполняется для любого n. Все, доказали, что последовательность возрастает. Третий пункт. xn возрастает и ограничена сверху. Следовательно, по теореме Вейерштрассе о пределе ограниченной монотонной последовательности. xn сходится запятая чтд. И четвертый пункт. Это мы берем и переписываем пункт 0, которого на чистовике у нас еще не было. То есть находим предел, уже доказав, что последовательность сходится. Чтобы совсем-совсем перестраховаться, гляньте, в моем конспекте семинара, это, по-моему, семинар 3, разобрана задача, насколько я помню, 246. Но это не точно. Там что-то вроде последовательности x плюс 1 на x. Что-то такое. xn плюс 1 равняется 1, 2. В общем, что-то в этом роде. Вот последовательность как-то так задана. Гляньте, вот в конспекте, если хотите, последовательность на семистровой может быть задана также в таком вот виде. Там нужно будет одним неравенством воспользоваться. Вот. То есть вот еще один тип такой задачи будет вот здесь вот. Вот. Ну ладно, это всем понятно? Всем понятно? Может ли быть такое, что она не сходится? Нет, не может быть. Точно не может. Это как раз задача, ну, два шага. Первый шаг. Доказали, что сходится по теореме Верштрасса и дальше нашли предел вот с кав, что предел xn плюс 1 равен пределу xn. Вот. Может быть такое, что не с первого элемента возрастает? То есть сначала колеблется, а потом уже... такое может быть, например, вот в этой задаче. Она со второго элемента будет убывать вот в этой задаче. То есть первый может быть любым числом, а второй со второго точно убывает. Может быть, со второго. Ну, не со второго вряд ли. Чаще всего с первого. Чаще всего будет просто вот такая задача, один и корень. Но я бы на вашем месте глянул, вот сейчас вероятность вот с каждым годом растет то, что будет вот такая задача. Ну, там то же самое делается, что и в этой задаче, просто нам нужно одно неравенство заюзать, очевидное, и все. Вот. Еще вопросы? Я пока давайте с доски начну стирать, пока вы думаете над вопросами. Ну, не факт, что будет теоретическая задача, правильно? То есть, возможно, вообще не факт. Вообще не факт. Вот. Но я решил начать именно с самых просивных задач равномерной непрерывности теоретической, потому что, ну, то есть, как бы у всех есть вопрос, а что может быть еще помимо типовых задач, да, и, ну, насчет равномерной непрерывности. Это самая проблемная вещь. А типовые задачи, ну, то есть, как бы, графики и кривизну мы с вами найдем, а пределы и формулы Тейлора и энтую производную я разбирал на консультации к семестровой работе. Вот. Ну, может, действительно, не быть теоретически. А эти теоретические задачи не дешевые вообще, да? Ну, то есть, не критичные, если это? Ну, ну, да. Мне кажется, они обычно меньше стоят, чем пределы. Ладно, едем дальше. Еще у нас две теоретические их задачи, но они маленькие, как бы, так что не переживайте. Значит, такая задача доказать неравенство. e в степени x больше, чем e x. Ну, сразу скажу, что это неравенство доказывается с помощью теоремы Лагранжа. С помощью теоремы Лагранжа. Вот. Сформулируем теорему Лагранжа. Теорему Лагранжа. Пусть f непрерывно на отрезке АВ и дифференцируемо на интервале АВ. Тогда существует точка кси, принадлежащая интервалу АВ, такая, что f от b минус f от а равно f штрих от кси на b минус а. Вот. Ну, применим теорему Лагранжа к этой вот задаче. В качестве функции f от x а, да, забыл. Забыл, забыл, забыл. В условии задачи еще сказано, что x больше одного. условия задачи. Значит, возьмем f от x равную e в степени x. В качестве интервала АВ возьмем интервал от единицы до x. Вот эта вот функция, ну, вообще говоря, ну, ладно, дифференцируема на интервале 1 на x и непрерывно на отрезке 1 x для любого x большего, чем 1. e в степени x. Вот. Следовательно, по теореме Лагранжа f от x минус f от 1 равняется f штрих от x на x минус 1. В скобочках x принадлежит от 1 до x. Ну, то есть x больше единицы. Хорошо. Вместо f от x подставим e. e в степени x минус e в первой степени равняется f штрих от x это, ну, производная экспонента это экспонента e в степени x умножить на x минус 1. Получаем e в степени x минус e делить на x минус 1 равно e в степени x. Так, что-то мы сделали, но нам нужно получить неравенство. Откуда взять неравенство? Ну, из условия, что x больше 1. Получаем, что это больше, чем e. Ну, давайте немножко его причешем. Получаем e в степени x больше, чем e. Ну, приведем к общему знаменателю. e x. Сейчас. e в степени x минус e больше, чем e. x минус e. e сокращается, получаем че-то д. че-то д. Такая вот простенькая задачка на теорему Лагранжа. Ну, еще, возможно, какое-то неравенство нужно будет декать с помощью производной, что-то там исследовать. Ну, не знаю. Просто эта задачка была там в двух или трех вариантах прошлых лет, поэтому я считаю, что такая задачка может быть. неравенство производной. Что? А вот это неравенство производной. Вот это? Ну, попробуй. Не знаю. Возможно и можно. то есть, это решается точно с помощью теоремы Лагранжа, ну, пару строчек. Может быть, с помощью производной тоже получится что-то исследовать. Вот. Вопросы? А можно было через производную взять и через него доказать? Не знаю. Возможно. Неравенство с помощью производных можно, в принципе, доказывать. Но я советую вот такие вот, наверное, с помощью теоремы Лагранжа пробовать. Можно пару слов про доказательство теоремы Вейш-Траса? Ну, просто оно звучит, что там у монотонной последовательности есть пределы, равные супремуму, а у монотонной ограниченной последовательности как доказать, что она сходится? То есть, предел конечный. Ну, это, ну, в смысле? В теореме Вейш-Траса сказано, что монотонная ограниченная последовательность имеет предел. Ну, равный там. В учебнике Иванова не так. Ну, учебнике Бесова так. Ну, короче, в теореме Вейш-Траса сказано две вещи. Первая вещь, то, что если она возрастает и ограничена сверху, то, во-первых, предел существует и, во-вторых, он равен точной верхней грани. То есть, ну, два утверждения. То есть, в теореме Вейш-Траса само собой, разумеется, что предел существует. Теореме Вейш-Траса не только говорит, что... Ну, то есть, если она говорит, что предел равен точной верхней грани, значит, автоматически, ну, отсюда следует, что предел существует. Вот. Ну, я не знаю, что-то доказывать, но смотришь учебник, там, две строчки. Вот. Ну, то есть, это точно, это не то, чем нужно тебе заморачиваться сейчас до экзамена. Тебя точно не попросят доказывать это и нужно будет доказать, да. Вот. А может быть, задача исследовать на дифференцируемость функции? Да, и мы сейчас с вами такую задачу решим. Значит, еще один вид задач. Исследовать функцию на дифференцируемость. Она будет тоже с большой вероятностью. Если вообще будет теоретическая задача. Модуль 4x-1. Но обидно будет, если не будет. Зря я тут их рассказывал, получается. А если еще и не будет равномерной неприемности, совсем будет обидно. Вот. Ну, ладно. Значит, вот задача f от x исследовать на дифференцируемость. Вот. Ну, сразу методом интервалов я распишу на черновичке где эта функция больше нуля, где меньше нуля, чтобы мы сразу модуль нормально раскрыли. Значит, исследовать на дифференцируемость для любого x. Начнем с того, что во всех точках, кроме нуля и одной четвертой, это произведение дифференцируемых функций. Ну, это элементарные функции. То, что элементарные функции дифференцируемые, доказывать не надо. Значит, первое, пишем. Для любого x, неравного нулю и одной четвертой, f от x тире дифференцируемое в скобочках по теореме об арифметических операциях с производными. Арифметических операциях с производными. Обязательно этот пункт нужно написать. Доказывать не потребуется. Второй пункт. Исследуем в точке x равно одной четвертой. Чтобы исследовать на дифференцируемость в точке, нужно проверить, существует ли конечное производное. Производное конечное существует, когда существуют односторонние и они равны между собой. Ищем по определению односторонние производные. Это не сложно, это просто, ну вот, но по определению. f' плюс в точке 1 четвертая. Значит, f' плюс в точке 1 четвертая это где-то вот здесь вот. Где-то вот здесь вот. То есть модуль здесь раскроется со знаком плюс. Равняется пределу при х, стремящемся к 1 четвертой, плюс 0. Так. f от х минус f от 1 четвертой поделить на х минус 1 четвертая. Определение. Вот. Ну, f от 1 четвертой это 0, естественно, да? 1 четвертую поставим сюда, будет 0. Пишем, чему равно f от х, сразу раскрыв модуль. Со знаком плюс он раскрывается, да? Вот здесь вот. Равняется предел при х, стремящемся к 1 четвертой, плюс 0. Так. f от х. 4х минус 1. 1, е в степени 2х минус 1 в кубе, делить на х минус 1 четвертая. Вот. Вот это сократится. Тут останется 4. Здесь 1 четвертая не является особенностью этой функции, поэтому просто 1 четвертую вместо х подставляем. равняется 4 умножить на е в степени 1 вторая минус 1 в кубе. Ну, это штука больше нуля. Ну, корень из е, корень из числа большего единицы, больше чем 1. Найдем f штрих минус от 1 четвертой. Это будет предел. Что, у меня там 4 получилось? Ну, 4х минус 1, если сократить с х минус 1 четвертая, ну, 4 будет. Да, абсолютно, спасибо. Вот. Тут х стремится к 1 четвертой минус 0. Спасибо. Значит, 1 четвертая минус 0 это где? Это здесь. Модуль здесь раскроется со знаком минус. Значит, f от х минус f от 1 четвертой, но f от 1 четвертой это опять 0, делить на х минус 1 четвертая. Значит, единственное, что изменится, это модуль раскроется со знаком минус. Равняется. Предел. При х стремящемся к 1 четвертой минус 0. Поскольку модуль раскроется со знаком минус, я минус напишу. А все остальное то же самое. f в степени 2х минус 1 в кубе поделить на х минус 1 четвертая. Вот. Ну, все. Опять сократили. Получили то же самое, но со знаком минус. Минус 4 на е в степени 1 вторая минус 1 в кубе. Вот. Ну, видим, что это не равно. f штрих плюс от 1 четвертой. Следовательно, f недифференцируемо. В точке х 0 равно 1 четвертой. Осталось следовать в точке 0. Всем понятно? Понятно, да? Хорошо. Ну, то есть, видите, вообще ничего сложного, хотя теоретическая задача. Дальше. По определению считать даже проще, чем вот, ну, когда в школе мы считали производные. Да, тут вообще накосячить невозможно нигде. Тут совсем элементарные выкладки. Значит, давайте найдем f штрих плюс в точке 0 теперь. Ну, ладно, напишем. Значит, исследуем на дифференцируемость в точке 0. На дифференцируемость в точке 0. Что? Да? Ну, давайте это проделаем. f штрих плюс в точке 0. Значит, извините, так, f штрих плюс в точке 0. Это будет предел при х, стремящемся к 0 плюс 0. 0 плюс 0 это чуть правее, чем 0. Это вот здесь вот. Это знак минус у модуля. Значит, f от x минус f от 0 делить на x минус 0. Ну, 0 как бы мы зачеркиваем. f от 0 тоже равно 0. Ну, потому что е в нулевой степени минус 1 это 0. Получаем предел при х, стремящемся к 0 плюс 0. Модуль раскрылся со знаком минус. Ну, и пишем нашу функцию. 4х минус 1. e в степени 2х минус 1 в кубе делить на x. Так, ну, давайте считать предел. В эту скобочку мы сразу 0 подставляем, да? Предел этой скобочки это минус 1. Равняется предел при х, стремящемся к 0 плюс 0. Так, тут у нас будет минус, тут у нас будет минус 1. Это давайте мы разложим по Тейлору, почему бы и нет. 1 плюс 2х получается, минус 1 в кубе. Разделить на x. Минусики ушли. Минусы единички ушли. Мы получили предел при х, стремящемся к 0 плюс 0. 8х квадрат. Это 0. Осталось посчитать f' минус в точке 0, но что-то мне подсказывает, что она равна 0. f' Так, насчет f' плюс. То есть всем понятно, что я тут по Тейлору разложил, что сократил, где, что, куда, откуда. Да? Хорошо. f' минус в точке 0 равно предел при х, стремящемся к 0 минус 0. f от х минус f от 0 на х минус 0. Ну, это уйдет, это уйдет. Значит, на этот раз модуль раскроется со знаком плюс, да? Чуть-чуть слева от нуля. Со знаком плюс модуль раскроется. Но это все равно нам абсолютно ничего не даст. f от х 4х минус 1. Е в степени 2х минус 1 в кубе разделить на х. Ну, в общем, абсолютно так же получается 0. f' минус в точке 0 равно f' плюс в точке 0 равно 0. Следовательно, f дифференцируемо в точке х0 равно 0. И запишем ответ. Ответ. f дифференцируемо тогда и только тогда, когда х не равно 1 четвертой. Так, всем все понятно. А вот в самом начале мы могли писать, что функция дифференцируема не по теореме об арифметических операциях, а по теореме об производной сложных функциях. Ну, тут и производная... Ну, тут по сути обе теоремы используются. Теорема об арифметических операциях, когда мы берем производную произведения и суммы, да, а сложная функция это е в степени 2х. Ну, можно написать по теореме об арифметических операциях и по теореме о производной сложной функции. Вот. Ну, этого хватит об арифметических операциях, тебя поймут. Кто-то вообще пишет то, что дифференцируемое, и это очевидно. И норм. Наверное. Вот. Хочешь перестраховаться, напиши и арифметические операции, и сложные функции. Хватит, я думаю, просто арифметических операций. Вот. Еще вопросы? Повторить идею. То есть, шаг за шагом. Значит, первый пункт пишем, ну, находим все точки, в которых модуль зануляется. Это подозрительные точки, потому что модуль противный. Во всех точках, в которых модуль не зануляется, мы пишем первый пункт. Функция дифференцируема. Дальше. Следующие пункты, это каждую из точек, в каждой из точек мы сравниваем правую и левую производные. Если они равны, то функция дифференцируема. Если они не равны, то функция не дифференцируема. Вот и все. Спасибо. Можно еще вопрос? Да. Надо ли специально выписывать утверждение, что если у нас существует производная, то значит функция дифференцируема в точке? Нет, это ежу понятно. Но это совсем очевидно. Да, кстати, это утверждение не совсем верное. Смотрите, вот только что сказали утверждение. Если существует производная в точке, то функция дифференцируема в этой точке. Это не совсем верное утверждение, потому что верное утверждение будет, если сказать, что если существует конечная производная в точке, то функция дифференцируема в этой точке. Например, если мы возьмем, это, кстати, вопрос, который могут задать на устном. Если мы возьмем сигнум, сигнум это вот такая функция, 0,1-1, выколото, выколото. Производная в точке 0 у нее равна плюс бесконечности, ну, по определению посчитайте, но при этом она в этой точке разрывна, значит, не дифференцируема. То есть f' равно бесконечности, но она не дифференцируема. То есть, когда вы говорите, что дифференцируемость эквивалентна существованию производной, надо сказать, дифференцируемость эквивалентна существованию конечной производной. Вот. Ну, хотя кто-то определяет, по-моему, дифференцируемость в каком-то обобщенном смысле, что-то с бесконечной производной, ну, в общем, надо говорить конечная производная. Так, сейчас мы с вами сделаем перерыв на 5 минут. И после перерыва мы с вами поговорим про графики, про то, как четко их оформить, чтобы не придрались какие критерии и поговорим про нахождение кривизны и радиуса кривизны тоже какие могут быть задачи к чему могут придраться перерыв пять минут какой вопрос был посмотрите мы можем сказать что мы будем смотреть вот наш модуль что под модулем а раз по сути функции которые зануляются каких-то . да мы же можем на спутки все остальные функции откинуть что они будут по сути как числовые коэффициенты туда я писала накрестности там где функция зумляется да и просто смотреть на функции только которые зумляются под модулем если они дифференцированы будут в точке то и сама функция дифференцированы если нет то и сама функция нет ну да да все верно смотреть точки, в которых под модулем зануляется только. Так нет, а мы можем просто говорить только о дифференцированности штуки, которая зануляется, и даже не брать типа пределы. То есть, например, мы же знаем, что модуль 4х-1 не дифференцирован будет под дочкой. Нет, ну подожди. У нас не просто модуль 4х-1, у нас все же модуль 4х-1 умноженный на какую-то функцию. Мне кажется, что... Функция же, она в этой точке будет просто по сути качествовой коэффициент. А, вот о чем ты. Да, да, да. Ну, наверное, в принципе, да, но я бы на твоем месте перестраховался и взял аккуратненько производную. Не, не, я все равно буду брать производную на письмоке. Но мне просто хочется понять, правда ли это то, что я... В этой задаче, получается, так можно сказать, да, потому что в конкретной точке, да. А в общем, если смотреть? Ну, похоже на то, но надо думать. Скорее всего, да. Ну, хорошо. Если, то есть, ну, то есть, можно предложить теорему, если у нас там произведение модуля, там, линейной функции, да, ах плюс б на какую-то функцию, которая в этой точке не имеет особенностей, то тогда у нас она не дифференцируемая. Да, но я говорю не только проявление, но я говорю, в принципе, то есть произведение любых функций, если вот, да, и какая-то функция зануляется в какой-то точке, то мы можем рассмотреть только эту функцию и сказать... Ну, если вторая функция, если у второй функции в этой точке нет особенностей. Да, 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 конечно, да. Ну, я думаю, что да. Мне кажется, что это верно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а почему мы имеем право поставлять x равно 0 только в части функции? То есть мы поставляем 4x минус 1, а потом используем формулу 3? Ну, сейчас. Я еще на предыдущий вопрос недоответил. Функция должна быть не только в этой точке без особенностей, но и в некоторой ее окрестности, да? Ну, иначе будет какая-то мерзкая функция Дерихле, там могут начаться проблемы. Это к предыдущему вопросу. А к этому вопросу... Почему я сразу 0 подставил вот сюда вот, да? Точнее, вот сюда вот, да? Да. Ну, потому что... Ну, грубо говоря, я сказал так. Предел произведения — это произведение пределов. Если эти пределы существуют, я вот это 4x минус 1 вынес отдельно, то есть это типа как предел 4x минус 1 умножить на предел от оставшейся штуки, да? Это если говорить строго. Ясно, спасибо. Надо было сразу стереть. Сейчас еще сохнуть будет. Так, ладно, сейчас мы перейдем с вами к графикам. И, собственно, что нужно сделать, чтобы вам не сняли баллы за всякую фигню. Мы с вами говорили, что, например, исследовать наосимптоты можно двумя способами. Ну, второй способ — это там по определению, да? То есть плюсомалое. Я не буду сейчас рассказывать второй способ, который, кстати, иногда быстрее. Вот если кому интересно, посмотрите. Я не уверен, есть ли он даже в конспекте. Ну, короче, в семинаре он точно в записи есть. Этого и прошлого года. Первым способом все нормально делается. Значит, давайте построим график. Мы не будем тратить время на то, чтобы найти производную. Будем считать, что мы умеем считать производные. Итак, задача построить график. Функции f равно x квадрат x минус 4 делить на 2 x плюс 2 в квадрате. Вот, построить график. Первый пункт. Нужно сказать, какие точки пересечения с осями. Ну, какие? f равно 0 при x равном 0 и 4. Это точки пересечения с осью x. с осью x. А с осью y f от 0 равно 0 тире с осью y. Ну, также можно в этом пункте сказать что-нибудь про там область определения, множество значений, периодичность, непериодичность, четность, нечетность. Ну, по крайней мере, давайте скажем, что область определения это r без точки минус 2. И этого нам, в принципе, я думаю, хватит. Вот. Дальше. Второй пункт. Асимптоты. Во втором пункте я выделяю пункты a, b и v. В пункте a мы находим вертикальные асимптоты, в пункте b мы находим наклонную при x, стремящемся к плюс бесконечности, в пункте b при x, стремящемся к минус бесконечности. x равно минус 2, это вертикальная асимптота. Асимптота. Вот. Ну, в принципе, ежику понятно, но, значит, чтобы все было аккуратненько, нужно найти, как график уходит слева и справа на эту вертикальную асимптоту. То есть вот у нас вертикальная асимптота, да, вот к ней график подходит. Вопрос. Как график уйдет на нее слева? Вот так вот? Или вот так вот? Вот. Для этого нужно посчитать предел при x, стремящемся к минус 2, минус 0, да? Значит, предел при x, стремящемся к минус 2, минус 0. Нашей функции x квадрат, x минус 4, поделить на 2, x плюс 2, в квадрате. Так. Ну, он у нас равен чему? Предел при x, стремящемся к минус 2, минус 0, 4 умножить на минус 6, делить на 2, x плюс 2 в квадрате. Вот. Значит, при x, стремящемся к минус 2, ну, слева или справа, неважно, x плюс 2 в любом случае стремится к нулю. Причем, к нулю положительному, потому что у нас квадрат. Что мы получаем? У нас получается отрицательное число делить на 0, положительный. Получаем минус бесконечность. Вот. Ну и, собственно, если у нас x будет стремиться к минус 2, плюс 0, то ничего не изменится. То есть, слева и справа на асимптуту график выходит вот так вот. Хорошо. Значит, вот с вертикальной асимптути расписали, как на нее уходит график. Это требуется сделать. Дальше. Пункт B. Найдем наклонную асимптуту. Точка с запятой. x стремится к плюс бесконечности. k равно предел при x, стремящемся к плюс бесконечности, f от x делить на x. Ну, предел многочлена на многочлен я думаю найти все могут, да? Чему он у нас равен? 1,2, да? Равен 1,2. B равно предел при x, стремящемся к плюс бесконечности, f от x минус kx, то есть минус 1,2 x. ну, там, берем, подставляем, приводим к общему знаменателю, получаем, что это равно 4, точнее, минус 4. Вот. Следовательно, y равно y равно 1,2 x минус 4, наклонная асимптота при x, стремящемся к плюс бесконечности. Но она же является наклонной асимптотой при x, стремящемся к минус бесконечности. аналогично y равно x пополам минус 4, n, а, наклонная асимптота, при x, стремящемся к минус бесконечности. Вот, обычно, вот в таких вот дробно-линейных графиках у нас асимптота одна, но на всякий случай я сакцентировал внимание на том, что мы отдельно смотрим плюс и минус бесконечности. Нужно объяснить подробно, почему при x, стремящемся к плюс и к минус бесконечности, одна асимптота. Да? Давайте я, ну, то есть, в принципе, это очевидно считается, но давайте я это покажу, чтобы вы, ну, действительно все поняли, почему так происходит. Надо все-таки аккуратненько это расписать, чтобы всем точно стало понятно. Ну, чтобы понять, почему одинаковый предел на плюс и на минус бесконечности, давайте его найдем четко. f от x делить на x. Это будет x в квадрат x минус 4 делить на 2, x плюс 2 в квадрате умножить на x. Будем искать предел, как мы делали в самом начале. Вынесем за скобки старшую степень. x в квадрате умножить на x в квадрате умножить на x в квадрате умножить на 1. А вы забыли там основные? Вы же бесконечности ищете просто, а не плюс бесконечности? Нет, я плюс бесконечности. Бесконечности. 1 плюс 2 делить на x в квадрате. x в квадрате умножить на 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 x b считать не буду. Вот. Ну, всем понятно теперь, я думаю. А вот в следующей задаче, в которой будет корень из модуля, там уже важно, к плюс или к минус бесконечности, потому что модуль раскрывается либо со знаком плюс, либо со знаком минус. Вот. Ну ладно, нашли асимптоты. Так. Это у нас пункт v, получается, был при x, стремящемся к минус бесконечности. Это был комментарий. Вот. Ну, я считаю, что b вы сами сможете найти. Дальше, третий пункт. f' равно. Сейчас. 1, 2. 1, 2. x умножить на x квадрат плюс 6x минус 16. на x плюс 2 в кубе. Класс. Ну, в общем, ну, да. Я думаю, что придется вот это вот найти корни. x, 1, 2 равняется минус 3 плюс минус корень из 9 плюс 16, то есть плюс минус 5. x равен либо 8, либо, точнее, минус 8, либо, соответственно, 2, да? Да, отлично, все совпало. Ну, вот. Значит, получается, что это равно 1, 2. x x плюс 8 x минус 2 разделить на x плюс 2 в кубе. Так. Вроде да. Соответственно, сейчас, секунду. x, x квадрат плюс 6x минус 16 на x плюс 2 в кубе. Я вроде правильно на скобки разбил, да? Да. Какая-то фигня немножко получается. Да. Почему тут... А, все, да, я понял. Так, отлично. Значит, все правильно. Минус 2 выкалываем. 0. Еще вот здесь вот минус 8. И 2. Соответственно, f' плюс минус, плюс минус, плюс. f возрастает, убывает, возрастает, убывает, возрастает. Соответственно, ищем точки минимума и максимума. Это обязательно сделать. Значит, минус 8 тире точка максимума. f от минус 8 равно минус 32 третьих. Приблизительно писать равно не надо. На графике на осях прям так и пишем. Минус 32 третьих. Ну, приблизительно, это минус 11. Вот, хорошо. минус 2 это точка минимума или максимума? Ну, это не то, не то, потому что... Это же у нас фиксикально. Да, это, да, это асимптота, поэтому это не точка ни минимума, ни максимума. 0 это точка максимума. Значит, 0- точка максимума. f от 0 равно 0. И что у нас еще? Еще у нас 2 это точка минимума. Точка минимума. f от 2 равно минус 1 четвертая. Вот. Минус 1 четвертая. А если у нас при подстановке каких-то иксов функцию получается там какой-то корень или что-то полночь, потом 1 плюс корень из 5 на 4, можно ли это писать приближенное равно на графике? На графике не надо. Приближенно не надо. На графике никаких приближенно не надо. За это могут снять. Ну, вот если ты здесь напишешь приближенно, за это, наверное, не снимут. Но здесь ты должен написать точно. А на графике тоже писать точно. Приближенно лучше на черновике писать. А всегда нужно досчитывать значения в первой производной, в второй производной в особых точках, даже если там какие-то совсем крябые. Ну, бывают критерии, что не обязательно... Ну, лучше считай. То есть, потому что есть критерии отметить точки на осях. Лучше считать. Лучше считать на всякий случай. Вот. Хорошо. То есть, надо прям вот четко вот написать везде точки максимума, точки минимума. Это оценивается. Это прям вот в ответах написано, чтобы проверяющий сверял, да? Соответственно, если вы это сделаете, все будет здорово. Дальше. Четвертое. f2 штриха. Очевидно, что равно 4 умножить на 7x минус 4 на x плюс 2 в четвертый. Так. Значит, какие у нас характерные точки? Минус 2 и 4 седьмых. Плюс, минус. Тут грустный смайлик, тут веселый смайлик. Это функция f, это f2 штриха. 4 седьмых это точка перегиба. f от 4 седьмых равно минус 16 189. Сразу отмечу, что это больше, чем минус 1 четвертый. ну вот у нас минус 1 четвертый, потому что есть здесь, там где точка минимума двойка. Хорошо. Что еще здесь нужно сказать? Здесь нужно сказать, что при x, стремящемся к плюс бесконечности, функция выпукла вверх, точнее вниз. Это выпукло вниз называется, f выпукло вниз. Следовательно, график ниже асимптоты. Если у нас график, точнее выше, выше асимптоты. Вот если у нас график такой, то он на асимптоту может уйти только сверху. Он не может быть выпуклым вот так вот и уйти на асимптоту снизу. Чтобы уйти на асимптоту снизу, ему придется перегнуться. Так и пишем. Следовательно, график выше асимптоты на бесконечности. А при x, стремящемся к минус бесконечности, f выпукло вверх. Следовательно, график ниже асимптоты. Также, что еще в этом пункте нужно сделать? В случае, если у вас x плюс 2 в четвертый было бы в числителе, это значило бы, что вторая производная в этой точке 0, но при этом перегиба нет. Это значит, что в этой точке касательная графику горизонтально. Значит, в скобочках. Если, например, x плюс 2 в четвертый в числителе, следовательно, f2 штриха от минус 2 была бы равна нулю. Нет, сейчас, подождите, что-то я фигню говорю. Да, я говорю фигню. Забудьте. Это надо было сказать в третьем пункте. Вот если в третьем пункте, если в третьем пункте у нас, например, x квадрат был бы вот здесь вот, x квадрат, то здесь не было бы максимума или минимума, но производная была бы все же равна нулю, если квадрат в числителе. В этом случае касательная параллельна оси x, если 0, это тоже нужно отмечать. Если касательная параллельна оси x, То есть, если производная равна нулю, но график минимума и максимума нет. Нужно как-то помечать точку, в которой касательно параллельно оси x. Понятно? Тоже это бывает в критериях. Значит, касательная бывает параллельно оси x, если производная 0, но график не имеет минимума максимума. То есть, если здесь квадрат или четвертая степень. В числителе. Может, я в примере показать? Пример показать? Да. Ну вот, если вот в этом вот номере x куб поделить на x плюс 1 в квадрате. Производная равна x квадрат x плюс 3 на x плюс 1 в кубе. Вот в номере вот в таком вот y равно x куб на x плюс 1 в квадрат. Производная равна такой штуке. Если мы это дело исследуем методом интервалов, то у нас будет 0, минус 1, минус 3. Плюс, плюс, минус, плюс. Но при этом в точке 0 касательная параллельно оси x. То есть, график себя в ней будет вести вот так вот. И прям можно стрелочкой типа. Касательная параллельно оси x. То есть, если вы в этой точке график нарисуете вот таким вот, то это будет ошибка, потому что касательная не параллельно оси x. Поняли, да? Вот. Ну, то есть, это точка перегиба с вертикальной. Ой, с вертикальной. Ну, в данном случае это точка перегиба, да. Чаще все это бывает точкой перегиба, в которой касательно параллельно оси x. Ну, хотя, вот у x квадрата тоже касательная параллельно оси x, да? А, ну, это точка минимума. Ну, а в точке минимума всегда касательная параллельно оси x. Как и в точке максимума, это очевидно. Вот. Потому что производная ноль. Так, теперь вот самое интересное. Давайте построим график. Давайте его строить здесь. Значит, Антон Александрович, а можно вопрос? Да. Про периодичность нужно что-нибудь говорить? Не надо. Окей. Ну, если хочешь выпендриться, можешь написать. Не периодично и там начетность-нечетность тоже исследовать. Ну, не надо, не надо. Ну, это не оценивается. Вот, это только так в школе у нас было. Ну, просто периодичных графиков я не помню. Так, ну, давайте попробуем построить. Какие у нас с вами есть точки? Значит, как мы строим? Сначала мы с вами рисуем асимптоты. Какие у нас асимптоты? У нас есть вертикальная асимптота минус 2. Где-нибудь здесь. Минус 2. И мы ее пунктирчиком с вами рисуем. Дальше. Асимптота х пополам минус 4. Ну, вот, блин. Сейчас. Давайте вот так. Минус 4. И вот. Вот так вот. Нет. Ну, короче, как-то так. Вот. Тут давайте тоже чуть попрямее сделаем. Значит, с чего мы начинаем рисунок графика. Мы начинаем рисунок графика с того, как он выходит с асимптота. Так проще всего. Мы знаем, что он лежит, мы в четвертом пункте, помните, писали? Из-за выпуклости он ниже асимптоты вот здесь. Мы начинаем решение с того, что мы рисуем какой-то график, который ниже асимптоты здесь. Дальше. Мы из пункта 2 знаем, что на вертикальную асимптоту график выходит вот сюда вот. Стремится к минус бесконечности. Мы знаем также, что он с нее выходит вот так вот. И мы знаем, что он вот здесь вот уходит выше асимптоты на асимптоту. Вот так вот. Вот мы начинаем построение графика вот с этого. Ну, дальше мы ставим характерные точки. Вот здесь какие у нас характерные точки? Минус 8, минус 32 третьих. Ставим где-нибудь здесь точку. Это точка максимума. Значит, отмечаем ее на оси. Минус 8. И прямо вот здесь вот ставим на оси отметку. Пунктирчиком прямо на ось сносим. Минус 32 третьих. Если вы считаете, что график перегружен, и вы не хотите вот так вот сносить на оси, ставите точку С, и где-нибудь здесь пишите. С в скобочках. Минус 8, минус 32 третьих. И прямо там, тире, точка максимума. Вот. Но это не обязательно делать. Давайте сделаем вот так вот. Просто пунктирчиком. Обратите внимание на то, что на масштаб я просто, ну, забил. Забить на масштаб это нормально. Если вы в какой-нибудь геогебре, да, вот есть такая программа. Геогебра. Мне ее как раз посоветовали недавно. В Таракуре, по-моему. Вот. Короче, классная штука. В ней графики прям отлично строятся. Лучше вольфрама для графиков. Вот. Вот если вы в ней построите какой-нибудь такой график, вы увидите, что ничего там не увидите. То есть вы не сможете сразу увидеть, и как график уходит на асимптоты, и какие у него характерные точки. Потому что он строит в нормальном масштабе. Вам нужно будет либо жутко приближать, либо жутко отдалять. Поэтому на масштаб мы забиваем. Это нормально. Главное, чтобы все точки были. Если у вас не будет написано минус 32 третьих на этой оси, вам снимут 1 балл. Вот. Дальше. Дальше мы знаем, что график возрастает. Ну, мы производную исследовали. От минус 2 до 0. Вот он возрастает до точки 0. Ну, давайте его повозрастаем до точки 0. И причем мы знаем, что он выпукал. Ну, короче, вверх. Выпуклость вверх у него, да? Ну, вот до точки 0 давайте мы его доведем. Еще, кстати, эти. Должно стоять ось Х, ось У, по-моему, слева. Точка 0 должна стоять. Так. Вот мы довели до точки 0. И сейчас начинается самое интересное. Точка 0 это точка минимума. Точнее, максимума. А потом будет точка 2. Вот. Это будет точка минимума. Вот здесь вот давайте она будет. Сейчас. Ну, вот здесь вот давайте. Вот. И еще мы знаем, что 4 седьмых это точка перегиба. График шел, перегнулся, дошел до... Ну, вот я думаю, что здесь уже лучше поставить А и Б. И снести, значит, А с координатами. 4 седьмых минус 16, 189, точка перегиба. А, Б с координатами 2 и сколько? Минус 1 четвертая точка минимума. Либо так, либо вам нужно отметить все на осях, еще, наверное, увеличив масштаб. То есть нам надо было, наверное, график вот здесь вот ось Х должна была у нас быть по-хорошему. Вот. Либо так, либо так. Но обязательно отметка должна быть какая-то, что это за точки. Если вы просто поставите точку, она не будет обозначена и не будет сноски. И если не будет обозначена на оси, что это точка с такими координатами, вам поставят минус балл. Вот. Все, дальше, значит, она перегнулась в точке А. Дальше в точке Б минимум. Ну и все, и она возрастает на асимптоту. Вот она у нас ушла на асимптоту. Ну вот, все, график готов. То есть поняли, да? Забить на масштаб, отметить все точки. Если, как я приводил пример, касательная параллельно оси Х в точке перегиба, это нужно написать. Вот. Что еще? Ну, этот график, конечно, более-менее, но там, если вы хотите как-то здесь побольше сделать, да, нужно его перерисовать, да, побольше места ниже нуля сделать. Вот. То есть график, возможно, нужно перерисовать. Что за куча плюсов? Ладно, хотя бы гусь еще не в чате. Так, окей. Ну что, вопросы? Может ли быть такое, что у второй производной невозможно найти нули или у первой производки? Ну, очевидно, что такого быть не может. Но если такое будет, это значит, что вы не следовали лайфхаку при нахождении первой производной. Значит, ребят, обратите внимание, когда вы ищете первую производную, не нужно раскрывать скобки все в числителе, потом там получать в числителе многочлен 3-4 степени и пытаться по схеме Горнера у него искать корни. Вы, скорее всего, их не найдете. Вот. Соответственно, вам нужно, когда вы считаете производную, аккуратно выносить за скобки. О, гусь в чате. Аккуратно. Ладно, завязывайте на самом деле, потому что там на ютубчик выложен. Вот, значит, вот, вы поняли, да, когда вы ищете производную, не надо сразу в лоб раскрывать скобки, нужно выносить скобку за скобки и аккуратно это делать. То есть не надо раскрывать скобки лишний раз. Пожалуйста, если бы у нас в производной было в числителе и знаменателе x, мы на него можем сократить? Ага. Если бы в числителе и знаменателе был x. Давай подумаем. Сейчас. Сейчас. Ну, в случае, если функция в точке x, если асимтота, да, в точке 0, если асимтота, то, ну, тогда, ну, можем сокращать на x, потому что в любом случае мы уже говорили, что мы рассматриваем график на области определения, да, d от f без нуля. Вот, тогда можем сокращать, потому что так считаем. А в случае, если функция определена в точке 0, а у производной получился x в числителе и знаменателе, то тогда, я думаю, нужно просто проверить производную по определению, будет ли она существовать. И тогда уже говорить, сокращаем или нет. А вот у меня еще один вопрос. Получается, кто-то говорит то, что нужно строить эскиз, а потом уже в конце график уже доделан. Кто говорит, что нужно строить? Нужно или можно? Вообще, желательно говорят, ну, строить эскиз в начале, вот когда мы асимта-то нашли. Смотри, я не вижу в этом смысла. Но кто-то считает, что это наоборот полезно, и причем это считают довольно авторитетные преподаватели. Тем не менее, когда я строил графики, я абсолютно никакого в этом не видел смысла. Почему? Потому что если ты строишь эскиз графика, то второй пункт нахождения асимта, те в любом случае, нужно делать не как я делаю, а по определению. То есть, либо раскладывать по Тейлору, либо находить целую часть дроби. Вот, а не по формулам К равно, Б равно. Ну вот, если тебе больше нравится этот способ, тогда заодно можешь построить эскиз графика. Но найти К и Б способом, который я нашел, и потом еще и эскиз графика построить, это уже извращение. То есть, пункт 2 тогда придется сделать двумя способами. Вот. Потом, я не совсем понимаю, зачем нам эскиз графика. Если мы можем сказать из, когда найдем вторую производную, если мы можем сказать на бесконечности, на плюс и на минус, куда выпукла функция, вверх или вниз. То есть, ну и, соответственно, сверху или снизу она выходит на асимпету. Я не вижу особого смысла строить эскиз графика. Я считаю, что это лишние затраты времени. Когда я ботал и я строил графики, я без этого спокойно обходился. И вот сейчас я, ну, сам вам рассказывал, как строить эскиз. Сам как-то это подумал, переосмыслил. Ну, если честно, смысла не увидел. Единственный смысл — это решать вторым способом второй пункт и заодно строить эскиз. Потому что вторым способом по формуле Тейлора в задаче с корнями второй пункт делается чуть быстрее. Ну, если делаешь вторым способом, строя эскиз. Так я, ну, не знаю, это уже кому как. Я не видел критерия, что есть эскиз графика. Возможно, есть критерии, что вот когда частичное решение задачи, возможно, вам там чуть больше поставят за наличие эскиза, если сам график не построен. Так, ладно, отставить, запускать пятачков и гусей в чат. Можно еще раз? Спасибо. Да, вопрос. А можете пробежаться по тем моментам, где можно потерять баллы на грабке? По тем моментам, где... А, то есть ты хочешь, чтобы я решил вторым способом эту задачу? Нет, в плане того, что вы говорили, где можно потерять баллы, то есть если что-то не написать, можете... А, а, извини, мне послышалось потерять о малое. Да. Где можно потерять баллы, еще раз. Не отметить на осях точки. Либо так, либо как я здесь сделал с ноской. Не найти, где график, как график уходит на вертикальную асимпету, там, во втором пункте. То есть пределы односторонние не найти. Дальше. Если у вас другой график будет, и если он в точке 0 перегибается, причем здесь касательная параллельная оси OX, если вы не написали где-нибудь, что касательная параллельная оси OX, можно потерять баллы. Ну, если не написать в явном виде одним из двух способов, либо через вторую производную, либо через разложение, да, по определению асимпеты, не написать явным образом график выше или ниже асимпеты. Ну, вряд ли за это прям снимать будут, но я советую это написать. Могут снять, если оси не обозначены, если точка 0 не стоит. Ну, если график совсем грязный, может преподаватель... Ну, у меня так, знаешь, там, прям вот, на краю. У меня в целом очень плохой почерк, и как бы рисую я плохо, поэтому вот у меня нормально так, по нижней границе проходит еще, когда у преподавателя не пригорит от графика. Но старайтесь просто красиво его нарисовать, чтобы не было ничего начеркано. Ну, асимпеты должны стоять. Можете... Асимпету, да, давайте асимпету подпишем для приличия. Y равно X пополам минус 4. Можно подписать асимпету по-хорошему. Можно уточнить, пожалуйста. То, что параллель... Если касательная параллельной оси? Можно писать в пункте касательная... Ставить точку, делать черточку? Ну, да, 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 можно ставить точку, делать черточку. Ну, и еще заодно в пункте с производной прям подчеркнуть касательная параллельной оси X. Какой был вопрос еще? Вот слово... Я не знаю, это такой вопрос. Вот вы пишете просто точкам аксиум, точкам минус. Вообще слово там локальный, я так понимаю, мы на него забиваем просто, да? То есть, в общем, есть разница? Я думаю, что если ты не напишешь локального, тебе не с ним. А в каком месте вы описали касательную в точке А? Ну, то есть, там же нужно выделить касательную в точке перегиба. А в каком момент решения вы написали коэффициент у касательной точки А? И нужно ли рисовать эту касательную в точке перегиба на графике? Так, касательную в точке перегиба. То есть там же нужно просто число 4 на 7 подставить в формулу производную? Ну, в первую производную, да. Ну, можете, да, на всякий случай найти коэффициент наклона касательной в точке перегиба. То есть вот здесь вот написать f' от 4 седьмых равно чему-то и написать, что это коэффициент наклона касательной в точке перегиба. Ну, просто вот так вот текстом напишите и все. Там просто говорили вот как раз, что это обязательно, поэтому не спросили. Ага. Ну, смотри, вот я говорил, вот если 0, да, то совсем обязательно. Если не 0, я думаю, тоже, да, лучше это сделать. Я думаю, что это хорошее замечание. Да, то есть в пункте, где ищите производную, да, ну вот после того, как вы нашли точку перегиба, вы возвращаетесь к пункту, где у вас найдено производное, или вот просто вот в пункте с точки перегиба считаете f' от точки перегиба и пишите, это коэффициент наклона касательной в точке перегиба. Вот. Ну, и нормально. А уже на графике как-то эту касательную рисовать, если она не горизонтальна, ну, я думаю, что это уже излишне. То есть, ну, написали коэффициент наклона, подчеркнули. Хорошо. Вот. Если он равен нулю, то есть если она горизонтальна, то на графике можно это как-нибудь подчеркнуть, типа вот так вот провести горизонтальную касательную. Вот. Ну, да, в общем. Давайте считать, что это тоже должно быть. Еще раз повторюсь. В точке перегиба нужно найти значение производной и написать, что это коэффициент наклона касательной. Вот. Спасибо. Да, вот спасибо. Тоже вот есть вероятность, что за это могут снять. Еще вопрос. А можно повторить, как понять, сколько наклонных азим тут? Как понять, сколько наклонных азим тут? Если у тебя задача дробно-рациональная функция, я думаю, что она одна почти точная. Если у тебя задача корень из модуля, то их две. Если, когда ты ищешь наклонную азим тут, у тебя получается k равен плюс бесконечности, такое иногда бывает. Это бывает в задачах, когда просто корень без модуля. Бывает, что k равен плюс бесконечности. В этом случае наклонных азим тут вообще нету. Если предел получился равен бесконечности. Ну, скорее всего, вы неправильно посчитали предел, если k равно бесконечности. Но есть небольшой шанс, что наклонных азим тут нет. Нет, такие графики я тоже видел. Вот. А если, например, k? Ну, а b равно бесконечности. Такое может быть? Это тоже значит, что азим тут нету. Если либо k, либо b бесконечности, значит азим тут нету. Спасибо. Вот. Если k 0, то это уже получается горизонтальная азим тута. Ну, это частный случай наклонный. Вот. Ну, ладно. Все с вопросами, переходим к следующему графику. Можно еще раз, если я уже заметил, что в самом начале вертикальная азим тута, и мы понимаем, что она слева как-то неизвестна. И будет, ну, так же, вверх или вверх или вверх? А, ну, как понять, как уходит график на азим тута, вертикальную? Вверх или вверх или вверх? Обносторонний. Вот. Там, где это не 0, то есть точка регулярная, мы подставляем эта чиселка. Смотрим, числитель больше 0 или меньше 0. Смотрим на знаменатель. Он, наверное, будет стремиться к 0. Тоже смотрим знак. Соответственно, получаем бесконечность, поскольку тут константа, тут 0. А знак определяемый, знак числителя или знаменателя. А если плюс, а если, ну, если и справа, и слева от 0, тут в обоих случаях будет минус бесконечность, потому что на что влияет минус 2 минус 0 или минус 2 плюс 0? Это влияет на знак знаменателя, если бы здесь был не квадрат. Вот. А тут квадрат, поэтому нам все равно. Всегда знаменатель больше 0. Если бы был не квадрат, то было бы больше 0, если минус 2 плюс 0, и меньше 0, если минус 2 минус 0. Вот. Теперь давайте построим еще разок график корень из модуля. f от х равно кубический корень из модуля х минус 2, х плюс 3 в квадрате. Так, хорошо. Давайте начнем с точек пересечения с осями. Первый пункт. f от х равно 0, при х равно 2, х равно минус 3. Это точка пересечения с осью х. Точка пересечения с осью х. Вот. Дальше. Нужно точку пересечения с осью х найти. f от 0 равно кубический корень из 2 умножить на 9. Кубический корень из 18. Это что-то между двумя и тремя. Ну, наверное, это 2,5, но лучше этого не писать. Хорошо. Ну, область определения это r. Можно написать, что область значений это больше 0. Дальше. Второй пункт. Вертикальных асимптот нет. Почему? Потому что функция непрерывно f непрерывно пункта f непрерывно на r. Следовательно, вертикальных асимптот нет. Вот. Ну, потому что вертикальный асимптот это точка разрыва второго рода. Уж там один из пределов должен быть равен плюс бесконечности или минус бесконечности по определению. Вертикальных асимптот нет. Теперь в таких задачах наклонные асимптоты всегда разные. Найдем наклонную асимптоту n, a при x стремящемся к плюс бесконечности. k равно предел при x стремящемся к плюс бесконечности f от x делить на x равно предел при x стремящемся к плюс бесконечности. так, f от x кубический корень из модуль я сразу раскрою, потому что если x стремится к плюс бесконечности, то модуль x минус 2 раскрывается со знаком плюс. x минус 2 у кого-то микрофон, по-моему, не выключен, проверьте. x плюс 3 в квадрате разделить на x. Вот. Ну, я думаю, что тут всем ежикам понятно, что этот предел равен единице, да? Ну, потому что в числителе и в знаменателе старшая степень это x. Вот. Всем понятно? Хорошо. Теперь b. Когда мы считаем b, в таких задачах приходится домножать на сопряженные. Предел при x стремящемся к плюс бесконечности f от x минус kx в качестве k подставляем 1. 1 умножить на x. Равняется предел при x стремящемся к плюс бесконечности. Так. Кубический корень из x минус 2 x плюс 3 в квадрате минус x. Значит, у нас есть формула a куб минус b куб равно a минус b a квадрат плюс a b плюс b квадрат. Это формула для домножения на сопряженные, но в случае, если у нас кубический корень. В качестве a возьмем вот эту штуку. В качестве b возьмем x. Домножим числитель и знаменатель на a квадрат плюс a b плюс b квадрат. Что у нас получится? у нас получится в числителе a куб минус b куб, ну, то есть x минус 2, x плюс 3 в квадрате я раскрою, x квадрат плюс 6x плюс 9, минус x в кубе, да, это a куб минус b куб. Я домножил числитель и знаменатель на a квадрат плюс a b плюс b квадрат. Ну, а в знаменателе будет что? a квадрат плюс a b плюс b квадрат, то есть кубический корень из x минус 2 в квадрате на x плюс 3 в четвертый. Это a квадрат плюс a b кубический корень из x минус 2 на x плюс 3 в квадрате умножить на x плюс x в квадрате. Ну, давайте раскроем скобки в числителе. Предел при x стремящемся к плюс бесконечности раскрываем скобки x куб плюс 6 x квадрат плюс 9x минус 2x квадрат минус 12x минус 18 не забываем вычесть x куб. Он должен сократиться. Разделить на в знаменателе мы выносим за скобку x квадрат остается кубический корень из 1 минус 2 делить на x в квадрате 1 плюс 3 делить на x в четвертый плюс кубический корень из 1 минус 2 на x 1 плюс 3 на x в квадрате плюс 1 скобка закрывается в числителе при x квадрате коэффициент 4 в знаменателе какой коэффициент при x квадрат ну смотрите это сократилось это сократилось это сократилось это сократилось получилось 1 плюс 1 плюс 1 это 3 то есть коэффициент в знаменателе при x квадрат 3 в числителе 4 получаем 4 третьих вот так значит пишем следовательно y равно x плюс 4 третьих это наклонная асимптота при x стремящемся к плюс бесконечности если у нас будет x стремиться к минус бесконечности пункт v то у нас получится что y равно минус x минус 4 третьих наклонная асимптота при x стремящемся к минус бесконечности все абсолютно аналогично но не забываем что во-первых модуль раскрывается со знаком минус то есть модуль раскрывается как 2 минус x на минус бесконечности в этом будет разница вот и когда вы подставляете формулу f от x минус kx если k равно минус единице то очень распространенная ошибка что вы вместо минус единицы подставите единицу надо подставить минус единицы будет f от x плюс x вот ну ладно нашли наклонная асимптоту на минус бесконечности ну просто аналогично нужно сделать выкладки так теперь третий пункт найдем f штрих ну прежде чем найти f штрих давайте преобразуем f от x f от x равно сигнум x минус 2 умножить на x минус 2 в степени 1 треть умножить на x плюс 3 в степени 2 третьих значит почему так потому что как известно модуль x это x на сигнум x аналогично модуль x минус 2 это x минус 2 на сигнум x минус 2 почему я так сделал потому что брать производную так гораздо проще не нужно писать отдельно при x большим 2 такта при x меньшим 2 такта раскрываем модуль да это лишнее действие проще вынести сигнум просто за скобки когда мы берем производную почему так можно сделать потому что сигнум это константа во всех точках кроме точки 2 в точке 2 производной просто не существует вот поэтому это очень удобно f штрих от x равно выносим сигнум за скобку в скобках остается x минус 2 в степени так 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 сейчас 1 1 3 x минус 2 в степени минус 2 3 на x плюс 3 в степени 2 3 плюс 2 3 x минус 2 в степени 1 3 x плюс 3 в степени минус 1 3 скобка закрывается вот равняется ну приведем к общему знаменателю x минус 2 в степени минус 2 3 это будет вот так вот x минус 2 в степени 2 3 вот а тут соответственно x плюс 3 в степени минус 1 3 будет стоять вот здесь вот ну теперь давайте приведем к общему знаменателю то есть домножим вот это на x плюс 3 в степени 1 3 а вот это домножим на x минус 2 в степени 2 3 получаем сигнум x минус 2 деленный на 3 умноженный на дробь в знаменателе стоит x минус 2 в степени 2 третьих x плюс 3 в степени 1 треть а в числителе стоит x плюс 3 плюс 2 x минус 2 ну давайте причешем это будет 3x 3x минус 1 наверное да да равняется сигнум x минус 2 на 3x минус 1 разделить на 3 x минус 2 в степени 2 третьих x плюс 3 в степени 1 треть сигнум x минус 2 когда мы будем решать методом интервалов играет такую же роль как и просто x минус 2 давайте распишем методом интервалов f штрих f какие у нас характерные точки 1 треть минус 3 и 2 значит 2 минус 3 и 1 треть значит тут у нас плюс при переходе через точку 2 казалось бы знак меняться не должен но у нас тут стоит сигнум сигнум играет такую же роль как и x минус 2 напоминаю поэтому несмотря на то что здесь степень четная из-за сигнума знак меняется и наоборот если бы здесь была степень нечетная из-за сигнума знак бы не изменился значит минус ну дальше понятно плюс минус соответственно минус 3 и 0 тире точки минимума f от минус 3 равно f от 0 равно нулю извиняюсь минус 3 и 2 это точки минимума f от минус 3 равно f от 2 равно нулю А, соответственно, 1 треть – это точка максимума, и f от 1 трети равно чему? Да. Ну, чему-то, в общем, равно точно. Давайте надо... Чему? Да, ну, вроде нет. Ладно, давайте почитаем. Кубический корень из х-2 – это будет 5 третьих на х плюс 3. 1 треть плюс 3 – это будет 10 третьих в квадрате, это будет 10 девятых. Ё-моё. Равняется кубический корень из 500 разделить на 3. Ну вот, как-то так. Ну, нам не важно, на самом деле, примерно, чему это равно. Так, ну, числа здесь получаются обычно некрасивые, это нормально. Все. Точек перегиба у нас тут, наверное, не предвидится. А как потом примерно понять на графике, где это? Нам это абсолютно не важно. Ну, то есть, это вообще ничего не решит. Хоть это будет 1, хоть это будет 500, это ничего не изменит. То есть, грубо говоря, у меня там отмеченный 1, я там миллиметр отступил, и сразу пишу вот это. Хоть это там близко к 500. И это не ошибка, потому что мы забыли на масштаб, да? На масштаб мы наплевали, да. Только, да, ребят, на графике не нужно отмечать, вот если у вас единицы и минус единицы не являются особыми точками, да, не надо на графике отмечать единичный отрезок по осям x и y. Потому что вы строите не в масштабе, и единичного отрезка у вас нету, да? Так, ну вот. Ну, просто вот, ну вот, конкретно в данном графике, вот конкретно в данном, нам абсолютно все равно, чему равно f от точки максимума. Ну, поверьте, ну, график, потому что у нас имеет вот такой вот вид типичный, да, какая разница? Ну, вот так вот, вот так вот, или вот так вот. Ну, примерно одно и то же. Вот. Теперь найдем f2 штриха. Ну, аналогично, сигнум выносим за скобку, потому что сигнум это... А, да, ребят, ребят, небольшое замечание, чтобы нас не сочли дебилами, после того, как мы нашли производную, пишем точка с запятой x не равно 2. Ну, потому что в точке 2 там модуль, все дела. x не равно 2, да. Дальше. Вот в этих вот точках мы с вами рисуем вот так вот. То есть это значит, что функция вот так вот входит в эти точки вертикально. И специально пунктирчиком это помечаем. Вот прям вот так вот, как я сделал, так и рисуем. Почему вертикально? Потому что, как вы видите, производная в этих точках стремится к бесконечности. Поэтому, ну, наклон вертикальный. Вот в этом вот графике нарисовать график вертикально в этих точках – это часть критериев оценки. Если вы график нарисуете в этой точке не вот так вот, а вот так вот, это будет ошибка. За это могут снять баллы. Поняли, да? Вот прям вот так вот. На этой оси прям можете сделать. И на самом графике тоже рисовать вот так вот. И в этой точке провести пунктирчик вертикальный, воткнуть в ось. Так, найдем f2 штриха. Почему только x не равно 2? Почему не x не равно минус 3 так же? Почему только одна точка? Вот вы отметили снизу, слева на доске. Потому что у нас двойка в изначальной функции – это точка, в которой мы не можем производную считать таким способом. Мы не можем в точке 2 сигнум выносить за скобки. Потому что в точке 2 производная сигнума равна бесконечности. Сигнум не константа в точке 2. Поэтому так считать производную нельзя в точке 2. Вот. В точке 2 просто производной не существует. Хорошо, спасибо. Когда мы еще раз определились, что именно в этих двух точках – это плюс. Потому что это две точки в знаменателе производной. Там, где производной не существует. То есть она стремится к бесконечности, иными словами. Стремиться к бесконечности – значит график вертикальный. Понял, спасибо. Вот. Найдем f2 штриха. f2 штриха равно минус 59. Так, сейчас все будет. Наверное. Минус 59. Сигнум x-2 разделить на x-2 в степени 5 третьих. x плюс 3 в степени 4 третьих. Ну, дальше сигнум давайте внесем вот сюда. Если мы сигнум внесем сюда, то это будет модуль, да? Равняется минус 59. 1 на модуль x-2 в степени 5 третьих. На x плюс 3 в степени… Так, тут 4 третьих. 4 третьих. Значит, тут у нас модуль, тут у нас четная степень. Значит, вот эта штука всегда больше нуля. Ну, значит, вторая производная всегда меньше нуля. То есть, следовательно, f от x выпукла вверх на r. Потому что производная всегда меньше нуля. Вот. Ну, считаем производную мы так же, как и первую, да? Выносим сигнум за скобки и аккуратненько все это дело считаем. Так. Ну вот. Ну и нужно еще написать, что поскольку функция выпукла вверх на r, это значит, что она выпукла вверх на плюс и на минус бесконечности, да? В частности, значит, отсюда следует, что график лежит ниже асимптоты при x, стремящемся к плюс-минус бесконечности. Вот. Давайте построим график. Надо что-нибудь стереть. Что? А. Коэффициенты в точке перегиба? Да, у нас нет точки перегиба, поэтому не надо считать в ней коэффициент. Так, ладно, давайте я что-нибудь сотру. Например, доску, где считал b. и на ней построим график. Так, ну, в общем, тут графики аналогичные, вот задачах такого типа. В общем, ось y сильно вниз не уводим, все равно там ничего не будет. Ставим характерные точки. Минус 3. 2. Какие у нас асимптоты? x. x плюс 4 третьих. Вот здесь вот где-то это будет асимптота. Как-то она будет вот так проходить. Давайте напишем y равно x плюс 4 третьих. И проведем асимптоту эта точка 4 третьих. И проведем асимптоту минус x минус 4 третьих. y равно минус x минус 4 третьих. Вот, построили две асимптоты, вертикальных нет. График мы знаем, что с них выходит вот так вот. Да? Ниже асимптоты лежит. Вот. Так, еще нам нужны точки пересечения с осями. Кубический корень из 18. Это где-то вот здесь вот. Кубический корень из 18. Точка пересечения с осью и у это чуть больше, чем 2. Вот здесь вот график пересечет ось. Соответственно, давайте рисовать график. Выпуклый всегда вверх. Вот он пришел в точку минус 3, воткнулся в нее, вышел из нее. Обязательно нарисовать вот так вот пунктирчик и вертикально воткнуть график в ось. Пунктирчик подчеркивает, что мы понимаем. Если вы график нарисуете вот так вот, вам снимут балл. То есть он не вертикально у вас, если воткнется. Дальше. Дальше у нас ноль, по-моему, или... Ах, пересечет. Да. Почему у нас же получилось, что вторая производная больше нуля? Меньше нуля. У нас получилось... Так, давайте камеру переведем на вот эту доску еще раз. У нас получилось, что вот эта штука больше нуля, но это взято со знаком минус. Минус что-то больше нуля, это меньше нуля. Все понятно, да. Значит, вопрос в чате. У нас график выпуклый вверх. Да, он выпуклый вверх. Он лежит ниже асимптоты. Ниже асимптоты. Если график выпуклый вверх, то он на асимптоту уходит. Асимптота, если он выпуклый вверх, то он на нее уходит вот так вот только может уйти. То есть он ниже асимптоты. Вот. Значит, тут вот я масштаб немножко опять перекособочил, потому что я знаю, что 1 треть это точка максимума, а в точке кубический корень из 18 график пересечет ось. Сейчас. Тут будет 4 третьих. График пересечет ось. Вот в этой точке. Дальше. Так, давайте все-таки посчитаем примерно. Кубический корень из 500 делить на 3, чем у равен. Кубический корень из 500. 8 на 8 на 8 это будет 512. То есть это примерно равно 8 третьих. А 8 третьих чуть-чуть больше, чем кубический корень из 18. Вот. То есть вот здесь вот как раз будет эта точка. Сейчас. Ох. Ну, в общем. Сейчас. Вот точка 1 треть. Соответственно, это корень кубический. Давайте ее обозначим. Это у нас будет точка B. Это у нас будет точка A. А это точка пересечения с осью. А имеет координаты 0, кубический корень из 18. Точка пересечения с осью Y. А B, имеющая координаты 1 треть, и кубический корень из 500 делить на 3. Это у нас точка максимума. Вот. Если у нас тут получается так мелко, то вот ставим точки. Ну вот, дошла до максимума. Пошла вниз. Вертикально воткнулась в точку 2. Вышла из точки 2. Так, асимптоту как-нибудь сейчас мы вот так нарисуем. Вот асимптота. Ну и вот график. Ушел на асимптоту. Ну, точки надо было чуть выше написать. Описание точек. Так, и вот здесь вот мы пунктирчиком тоже сделали, чтобы подчеркнуть, что он воткнулся вертикально. Вот. Ну вот, то есть опять смотрите. Все характерные точки обозначены у нас вроде. Точки пересечения с осями и точки минимума 1, 2 есть. На осях еще надо 0 обозначить. Потому что это координаты по оси Y, да? Этих точек. Надо оси обозначить, X, Y. Дальше. Так, асимптоты все есть. Точка пересечения с осью Y вот она. Точка максимума вот она. Точка B. Ну, вроде все. Все обозначено. Все нормально. Вот такой вот у нас график. Вот такого вида график корень из модуля у нас всегда. Всем все понятно? Извините, простите, можно на этот вопрос? Да. Можете объяснить еще раз, как вот, ну, аккуратно это, описать, что у нас, когда, ну, там, не допустим, точка входит, ну, это является локальным минимумом, при этом у нас односторонний вертикальный касатель, да, вот кроме такой. Да. Еще один момент, вот, ну, про точку излома можете еще что-нибудь сказать, когда у нас слева и справа касательные разные? Так. Значит, во-первых, по поводу вот этой точки. Ну, в этой задаче просто там достаточно сделать, как я сказал, и все. Но в целом, как понять, вот, что график вертикально втыкается вот в ось x? А это понять следующим образом. Берем вот эту вот производную, f' от x посчитанную. Вот она. И считаем, соответственно, f' плюс в точке 2 и f' минус в точке 2. Вот. Ну, это будет правосторонний и левосторонний пределы вот этой штуки. Получится, что правосторонний это плюс бесконечность, ну, если вы просто посчитаете предел, а левосторонний это минус бесконечность. То есть тут наклон минус бесконечность, тут плюс бесконечность. Вот, как бы, вот так это получается. по поводу точки излома то что касательные а я понял ну короче в общем спрашивают что если у нас есть . в которой например вот здесь вот ну давайте минимум но при этом слева график подходит вот так вот с горизонтальной касательный а дальше график идет как-нибудь вот так вот например и выходит носим то вот вот например вот такой вот график да то есть касательные слева это 0 касательные справа это ну где-то угол наклона тут ну единицы наверное вот но это называется . излома но я в этом не уверен на это называется . излома вот ну соответственно ну если такая . получается это странно они редко бывают на экзамене то есть вам нужно насторожиться все у вас такая . получилось но если она у вас получается да вот если видите что в этой точке вот такой вот странный вот изменение выпуклости да но она странным реально выглядит то тогда вам нужно как найти коэффициент наклона в этой точке справа и слева но посчитать вот предположим это . 0 вам нужно посчитать f штрих минус точки 0 и штрих минус точки 0 по определению например посчитать она должна быть получиться равным нулю определение вы считать умеете f штрих плюс точки 0 тоже считаете по определению но тут должно быть у вас равно какому-нибудь там единицы или 1 2 или двойки да ну вот вот у вас вот будет такая точка излома но такое редко бывает что последствия теорема гранжа получает почему сначала есть ну типа производные первые плюс 1 . ты хочешь сказать почему эта точка является точкой минимума ну ну короче как помешать . минимум понятно как понять тут убывает тут возрастает просто у нас есть теорема если функция непрерывно в этой точке при этом она дифференцируема в ее окрестности до этого возрастает потом бывает значит . минимума как понять что это точка излома ну если это . минимума и в ней еще и выпуклость меняется значит это видимо . излома ну это не точно вот соответственно да ну а как уже найти коэффициент наклона это я вам рассказал ну тут больше ничего не скажешь про эту точку просто я не знаю что там теорема лагранжа не лагранжа ну это все что можно сказать про эту точку я считаю ну то есть ее больше никак не опишешь так еще вопросы есть поэтому да задача получила и мы говорим что это в точке в точке минус 3 ну в точке минус 3 что мы можем сказать сейчас мы можем просто сказать что в ней левая и правая производные соответственно левая минус бесконечность правая плюс бесконечность вот поэтому функции не дифференцируем и потому что производные во первых не равны и во вторых они вообще бесконечность вот поэтому в точке минус 3 функции не дифференцируем и но при этом левая и правая производная по крайней мере существует хоть и бесконечные поэтому график у нее вертикально втыкается вот это то что можно сказать про эту точку я ответил на вопрос или нет нет так делать не нужно ваши все выкладки должны быть на чистовике был вопрос если лопиталь на экзамене на экзамене правила лопиталя в явном виде нету но если у вас на экзамене я уже говорил есть предел через формулу тейлора и в нем где-то стоит x куб плюс логарифм x что-то в этом роде да то поскольку мы умеем раскладывать логарифм 1 плюс x и не умеем раскладывать логарифм x то просто так забить на логарифм ну не очень хорошо надо на него конечно забить но просто так не очень хорошо чтобы на него забить надо показать что по правилу лопиталя предел логарифм x делить на x куб от 0 вот ну вот правило лопиталя на экзамене скорее всего только здесь будет возможно там с очень маленькой вероятностью будет какая-нибудь теоретическая задача в которой можно будет только с помощью правила лопиталя сделать но я не могу себе такую представить задачу вот то есть его нужно знать только на случай если вы при почете пределов по формуле тейлора если нужно будет забить на логарифм x повторяю на логарифм x а не на логарифм 1 плюс x логарифм 1 плюс x мы раскладываем а на логарифм x мы забиваем но забиваем культурно вот теперь нам с вами осталось сказать пару слов про задачку на нахождение кривизны и радиуса кривизны вдруг неожиданно конечно первый раз за 50 лет может случиться такое что составляющий экзамен даст задачку не найти кривизну и радиус кривизны а там построить уравнение нормальной или соприкасающейся плоскости да ну если у вас вдруг есть время да вы уже готовы к экзамену то вы можете повторить как строить уравнение касательной нормали уравнение соприкасающейся нормальной спрямляющей плоскостей все равно это вам пригодится на устном да вот но вряд ли это будет я очень в этом сомневаюсь я думаю просто будет посчитать кривизну или радиус кривизны по формуле то есть ну скорее всего будет что-то такое найти да а вот в каких точках нам нужно считать левую правую производные то что будет этот ключ левую правую производную нужно считать в тех точках которые нули знаменателя производной а вот ну ну если ты просто нарисуешь клюв я думаю что вряд ли за это снимут ну для приличия можно написать то что я просто написать левая производная это минус бесконечность правая производная это плюс бесконечность в этих точках просто написать прям считать их не надо так значит задача найти радиус кривизны кривизны в точке т равно нулю вот такой вот кривой икс от т равно т плюс 2 чосинус т минус т шинус т игрека т равно т чосинус т плюс т минус 2 шинус т вот ну в общем есть какая-то формула для кривизны и радиуса кривизны плоской кривой я ее не помню единственная формула которую я помню это то что кривизна равна модулю r 2 штриха на r штрих делить на модуль р штрих в кубе нам этой формулы хватит ну если кто-то хочет себе упростить жизнь можете запомнить формулу для кривизны плоской кривой вот ну не знаю так ладно значит что такое r r это у нас вектор с координатами по иксу т плюс 2 чосинус т минус т шинус т по и греку т чосинус т плюс т минус 2 шинус т по z 0 р штрих возьмем производные берем от этого производную чосинус т плюс т плюс 2 что просто камеру попросили перевернуть хорошо чосинус т плюс т плюс 2 шинус т минус шинус т минус т чосинус т кошмар так давайте что-нибудь сократим тут будет т плюс 1 шинус т пошмар так давайте что нибудь сократим тут будет т плюс 1 шинус скушнутами шинус т жем cosз т минус 2 анна пусть будет так плюс t, плюс t, плюс шинус t. Так, сейчас смотрите. t минус 2 на чинус t, плюс шинус t. Ну, тут будет не t минус 2, а t минус 1, когда сократится вот с этим чинусом. t минус 1. И 0. Давайте найдем r2 штриха. Ну, можем еще найти r штрих в точке 0. r штрих в точке 0. Давайте найдем. Нам же в точке 0 надо считать. r штрих в точке 0 равно. Это 0, это 0, это 1. 1. Тут 0, тут 0, тут минус 1. Вот. Ну, значит, модуль r штрих в точке 0. Это корень из 2, да? Ну, корень из суммы квадратов координат. Так, r2 штриха равно шинус t плюс шинус t плюс t плюс 1 чосинус t минус t шинус t минус чосинус t. Давайте посчитаем r2 штриха в точке 0. По z 0. Тут у нас будет 0, 0, 0. Тут тоже будет 0. Да, тут тоже будет 0. А по иксу 0, 0, 0. Чосинус плюс чосинус будет 2. Вот. Можно вопрос? Да. А у нас здесь все кривые в пространстве? Ну, или мы можем считать, что она на плоскости? По сути, у нас только... Мы можем считать, что она на плоскости, потому что у нас нет z-вы компонента. То есть мы можем формулу применять для кривой на плоскости, но я не считаю, что это нам сильно упростит жизнь. Можешь применять, да, для формулы для на плоскости. Давайте посчитаем векторное произведение. r штрих от 0 на r2 штриха от 0. И g k. Так, r штрих от 0 это 1 минус 1, 0. 0, 2, 0. Получаем, что это вектор k умножить на 2. То есть это вектор с координатами 0, 0, 2. Вот. Если я ничего не напутал. Соответственно, модуль r штрих от 0 на r2 штриха от 0. Это будет тоже 2. Кривизна равна. Кривизна в точке 0. Это модуль r штрих от 0 на r2 штриха от 0. Делить на модуль r штрих от 0 в кубе. Равняется 2. Модуль r штрих это был корень из 2. Корень из 2 в кубе это 2 корень из 2. Равняется 1 на корень из 2. Посчитали кривизну. Радиус кривизны это 1 на кривизну. То есть корень из 2. Это ответ. Вопрос какой-то. Я ничего не услышал. Что-то по центру кривизны и как его считать. А, центр кривизны и как считать. Хорошо. Я знал, как я говорю. Так, центр кривизны. Значит, а вы где-то видели в прошлых годах найти центр кривизны? Нет, это просто ради интереса. Я сейчас напишу. Нигде не видели. Вопрос был, что на 3-й контрольной центр кривизны было задание. А, на 3-й контрольной. А, но ее семинаристы составляют. Ладно, это фигня. Так, ну ладно, давайте ответим на вопрос. Что такое центр кривизны? Вот у нас кривая. Вот у нас точка, в которой мы и посчитали радиус кривизны. Что такое радиус кривизны в точке? Это когда мы в точке. Это мы когда разбили кривую на много-много маленьких кусочков. Через каждый кусочек можно провести окружность, да, продолжить его до окружности. Соответственно, радиус этой окружности – это радиус кривизны. Центр этой окружности – это центр кривизны. Чтобы найти координаты центра кривизны, радиус вектор центра кривизны, нужно из радиуса вектора точки, обзовем его R0, вот это R0. Нужно, вот это вот вектор главной нормали, насколько вы знаете. Нужно отступить в направлении вектора главной нормали на значение радиуса кривизны. Вектор главной нормали считается вот так вот. R' на R2' на R' разделить на модуль R' на R2' на R' Штрих, вот, как-то так. Кручение? Нет. Вот, ладно. Ну, еще что может быть? Еще может быть кривая задана в таком вот виде. X в четвертый плюс Y в четвертый минус 2XY равно нулю. Нужно найти радиус кривизны в точке 1.1, например. Вот, то есть кривая может быть задана в неявном виде. Ладно. Давайте. Ну, надо разобрать такую задачу. Я другую разберу. Не надо? Да, надо. Можно на другую. Надо? Ладно, давайте разберем подобную задачу. Но я не эту буду разбирать, а то я разбирал на доп. семинаре. В общем, кривая может быть задана в неявном виде, как неявная функция. Для этого вам нужно уметь искать производную такой функции. Чтобы найти производную такой функции, нужно взять производную от обеих частей уравнения, которым эта функция задана. Давайте это сделаем. Так, ладно, пока сохнет доска, я немножечко еще поговорим про экзамен. Так, что можно сказать? Давайте поговорим про устный экзамен пару слов. Значит, на устном экзамене, к устному экзамену нужно знать очень хорошо, еще раз повторюсь, все определения, прежде всего, и формулировки теорем. Начнем с этого. Если у вас от зубов не отскакивает определение предела последовательности, или вы, например, определение предела последовательности хотите дать по каши и по гейме, да, ну, кто понял, тот понял, вот, то значит что-то не то. У вас, и все плохо. Вот, то есть начните с того, что базовые определения вы должны знать. Давайте, вот, я своей группе давал, ну, вот, теоретический минимум, вот, там, минимальное определение формулировки теорем, которое нужно знать. Ну, еще я в это теоретический минимум какие-то пару вопросов запихал. Вот, я его у себя выложу на стенке, вот, PDF-ку. Это список вопросов, ну, по крайней мере, если брать оттуда определение формулировки теорем, которые, если вы не знаете, то, как бы, ну, все очень плохо. Выучить определение формулировки теорем, если вы ничего не знаете из этого списка, можно меньше, чем за день. Ну, берете, учите, что там учить. Вот. Самая проблема, ну, на что уходит больше всего времени при подготовке к экзамену, это доказательства. Поэтому сначала потратьте время, чтобы выучить определение, это делается быстро, чтобы хорошо выучить определение. Уже потом учите доказательства. Вот. Если у вас будут зазубрены доказательства с некоторыми дырками и будет плохо с определениями, то тогда, соответственно, вам могут неуд поставить. Так что будьте к этому готовы. На экзамене доказательства встречаются чаще всего один раз в билете. Больше у вас, ну, в первом семестре, может, у вас кто-то еще спросит доказательства. Второе, помимо билета, например, какое-нибудь распространенное, типа, там, критерий Каши, теорема Бальцана-Вирш-Траса, то есть, если вас хотят вытянуть на УДОС, там, ну, критерий Каши – это уже серьезное доказательство для функции. Теорема Вирш-Траса для функции, да, непрерывная функция на отрезке ограничена и достигает верхней и нижней грани. Вот. Могут спросить доказательства, ну, маленькая вероятность, что в качестве доп. вопроса спросят доказательства. В качестве доп. вопроса спрашивают определение формировки теорем. Если вы их очень быстро отвечаете, это у преподавателя формирует сразу мнение, что вы хороший студент, ботающий, если вы моментально ему отвечаете все формулировки. То есть, ну, не надо его, конечно, перебивать, да, надо ему быстро и четко, абсолютно правильно отвечать формулировки. Вот. Ну, и еще, конечно, вам будут задавать какие-то теоретические доп. вопроса. Парочка каких-то доп. вопросов я, например, в этой вот PDF-ке TR-минимум написал, там, например, ну, теоретический вопрос, на который точно нужно знать ответ – следует ли есть дифференцируемость существования производной и непрерывность, да, ну и обратно. Если не следует, то контрпример. Вот. Например, такие теорические вопросы, там, теоретический вопрос. Есть бесконечно большая последовательность, есть неограниченная последовательность. Являй, это, ну, дать определение, сказать, это одно и то же или не одно и то же. Что из чего следует, что не следует. Да, то есть, ну, вот, может какая-нибудь задачка на подумать, может какая-нибудь задачка совсем на подумать. Зависит от того, на какую оценку вы претендуете. Вот. Ну, еще что можно сказать. То есть, если вы готовитесь к экзамену и, там, прям аккуратно учите все доказательства, во-первых, не надо учить прям все доказательства. То есть, в каждом билете, ну, билет – это не вопрос из программы. У вас, ну, вот, в задавальнике – это вопрос программы. Вопросы программы, там будет у вас, например, вопрос из программы, счетность, несчетность, множество, там, рациональных, действительных чисел и верхние и нижние грани, по-моему. Там вот у вас в программе первый пункт такой. Это не билет, это пункт программы. Билеты, чтобы, ну, понять, какие у вас будут билеты, ну, спросите, там, у ребят из прошлых годов, да? Они вам дадут, наверное, список именно билетов, а не вопросов из программы. Соответственно, в каждом билете будет, наверное, два вопроса. Один по первой части, там, до колока, второй по второй части. По каждому вопросу билета должно быть одно доказательство, по-хорошему. Ну, хотя бы маленькое, ну, должно быть. То есть, если у вас там билет критерий Каши, ну, вот, по-моему, доказательство критерий Каши. Если у вас билет свойства бесконечно малых последовательностей, то там доказывайте, что произведение, там, бесконечно малое на ограниченную, это бесконечно малое, да, по теореме, там, о милиционерах. Вот, то есть, это вот мнемоническое правило. Если вы претендуете на высокую оценку, вот в качестве, в каждом билете, вот в каждом пункте должно быть по одному доказательству. Ну, желательно главному, Дальше. Опять же, если вы как следует учите все формировки доказательства, вот первый день поботали, дальше проснулись на утро в следующий день и не начинаете учить новый материал, а часик повторяете то, что вы до этого прошли, иначе все это забудется и будет кашем в голове. Можно вечером тоже повторять то, что прошли. Вот. Обязательно с одногруппниками там погуляйте, поспрашивайте друг другу определение формулировки теории. Вот. На экзамене можно, ну только в начале уже никогда вас другой преподаватель взял, в начале можно попроситься к лектору. Вот. Лектора обычно очень приятные, там, знающие люди, но при этом, ну, некоторые спрашивают сравнительно жестко. Вот. То, что вы попадете к лектору, если вы ботали по материалу лектора, скорее всего, это будет гарантией того, что, ну, вы нормально сдаете экзамен, если вы реально ходили на лекции и ботали по лектору. Вот. То есть это, там, исключит вероятность того, что вы какому-нибудь, ну, прям очень, там, какому-нибудь, там, жесткому преподавателю попадете. Так что, в целом, если вот вы ботан, то пойти к лектору – это хорошая идея. Но надо заранее попроситься к лектору. Некоторые лектора к себе не пускают людей с низким БРСом. Вот. Так, теперь давайте я решу задачку. Можно последний вопрос? Да. Можете посоветовать что-нибудь с контрпримерами? Что-нибудь с контрпримерами. Из непрерывности не следует дифференцируемость. Пример, модуль x. Из дифференцируемости не следует непрерывная дифференцируемость. Пример, x квадрат синус 1 на x. Ну, и 0 в точке 0. А, можно сейчас объяснить. Потом из, сейчас, из, не знаю, из ограниченности не следует непрерывность. Пример, функция дирихле. Ну, тут не особо много контрпримеров в этом семестре. Это чуть ли не вот то, что я сказал, это чуть ли не все, которые нужны. Какой был вопрос? Нет у вас никакого конспекта про это, ну, с этими контрпримерами там. Еще раз? Ну, у вас в стене нет никакого конспекта с этими. Вот теоретический минимум, который я выложу на стенки, контрпримеры, все, которые существенны, там есть. Вот чуть ли это не две штуки, больше их нет. А функция дирихле еще раз где используется в качестве контрпримеров? Ну, то, что не вся из ограниченности не следует непрерывности. Ну, это очевидно. Ну, еще, например, там, всякая сходящаяся последовательность ограниченная. Всякая или ограниченная последовательность сходится. Нет, там, минус один степени М. Ну, очевидные такие вещи. Тут прям серьезных контрпримеров нет. Так, еще вопрос в чате. А какова система оценивания письмака? В сумме за задачей можно набрать 30 баллов, как они переводятся в БРС. У вас есть семестр, за семестр можно получить 30 БРС. У вас есть письмак. Есть какая-то шкала перевода баллов за письмак в баллы БРС. Тоже 30 БРС за письмак можно получить максимум. За устный экзамен можно получить 60 БРС. Это оценка умножить на 10. Вам ставят оценку по 10-бальной, переводят, умножают на 10, получается 60 БРС. Складывают потом 60, 30 и 30. Получают 120 и переводят обратно в 10-бальную. На сайте кафедры Вышмота это есть. Шкала перевода. Можен вопрос, связанный с кривизной. Да. Дифферциальной геометрии. Может ли быть задач на дифферциальной геометрии, что-то быть помимо кривизны? Например, эволюта, спрямляющая, плоская, все эти страшные вещи. Ну, первый раз за 50 лет, может, и будет в один прекрасный год. Если, ну, все равно вы готовитесь к устному экзамену потом, да, это не будет вредно вам знать. На устном экзамене вам потребуются эти знания, поэтому, если у вас есть время, вы можете это запомнить. Если у вас времени среднее или не особо, не надо тратить на это время. Это очень вряд ли будет. Спасибо. Ну, могут наказать. Ну, то есть, какое тебе сказано, то и нужно доказывать. Но если ты не помнишь доказательства одного, ты можешь, конечно, доказать другое, но я думаю, что за это покарают. Но это лучше, чем вообще ничего не написать. Что делать, если по палку, ну, не знаю. Расстраиваться. А у вас не будет консультации к устному экзамену, как к письменному? Нет, к устному не будет. Ну, я не лектор, так что это. Мне не положено. Жаль. Так, ну, давайте решим задачу на радиус кривизны. Неявную функцию. Х куб у плюс х синус у минус х минус х минус 1 равно 0. Нужно найти радиус кривизны в точке а с координатами 1, 1. Значит, эта функция заданная неявна. В ней y через x вы явно выразить не можете. Радиус вектор имеет вид x, y от x, 0. R' имеет вид 1, y' 0. R' имеет вид 0, y' 0. Значит, чтобы решить эту задачу, нам нужно найти y' и y' 2'. То есть найти производную неявно заданной функции. Для этого нужно взять производную от обеих частей уравнения 1. Сделаем это. Возьмем производную от x куб y. Это будет 3x квадрат y плюс производную по x. Плюс x куб на y'. Вот я подчеркну. Производное произведение. Понятно? Как я это посчитал? Хорошо. То есть надо не забывать, что y это произвольная функция, зависящая от x. Дальше. Производную берем от этой фигни. Я ее подчеркну волной. Плюс синус y минус x. Плюс x y' Нет. Плюс x на y' минус 1 на косинус y минус x равно нулю. Я правильно посчитал? Ну вот. Найдем y' в точке 1,1. Подставив вместо y и x'а единички. Получается 3 плюс 1 умножить на y' плюс синус нуля это 0 плюс 1 умножить на y' минус 1 умножить на косинус нуля это единица равна нулю. 2y' равно минус 2. y' равно минус 1. y' в точке 1,1 равно минус 1. Все. Нашли. А вот это вот уравнение мы обзовем уравнение 2. Чтобы найти вторую производную нужно найти производную от обеих частей уравнения 2. Поехали. Ой, кошмар. значит 6x y плюс 3x квадрат y' штрих плюс 3x квадрат y плюс x куб y сейчас не плюс 3x квадрат y' штрих да плюс x куб y 2 штриха значит это все это вот вот это да я прав не на косячил хорошо дальше плюс производная синуса это косинус умножаем на производную внутренней функции это y' минус 1 теперь самое самое интересное начинается плюс y' минус 1 косинус y минус x это я производную произведение трех функций беру плюс x y 2 штриха косинус y минус x плюс точнее минус x y' штрих минус 1 в квадрате синус y минус x равно нулю как-то так вот это вот все ладно давайте переподчеркну чтобы было понятно а то ничего не понятно вот двумя чертами то что я подчеркнул это вот это то что я подчеркнул волной это произведение трех функций вот оно производное произведение трех функций соответственно при x равном единице y равном единице y штрих равном минус единице подставим это сюда так но если мы подставим это сюда то синус y минус x уйдет да потому что 0 косинус равен единице он тоже он равен единице я его зачеркнул что у нас получается 6 на 1 на 1 плюс 3 на 1 на минус 1 то есть минус 3 вместо y штрих я подставляю минус 1 да и еще минус 3 это будет минус 6 минус 6 плюс x куб y 2 штриха плюс y 2 штриха получается так плюс косинус у нас единица y штрих минус 1 это 2 значит минус 2 y штрих минус 1 это еще минус 2 ну минус 4 получается дальше плюс x y 2 штриха плюс y Игрек два штриха равно нулю. Получаем, что игрек два штриха равно двум. Ну, имеется в виду игрек два штриха в точке 1,1. Все, значит, таким образом, R штрих равно один игрек штрих ноль, да? Один игрек штрих ноль, то есть это будет один минус один ноль. Модуль R штрих равняется корню из двух. R два штриха равняется ноль игрек два штриха ноль, то есть ноль два ноль. Следовательно, ладно. Таким образом, модуль R штрих на R, сейчас, короче, R штрих на R два штриха равно аналогично с предыдущим номером вот такому вектору. Но векторное произведение сами найдете, вроде это верно. Модуль R штрих на R два штриха равен двум. Значит, кривизна равна модуль R штрих на R два штриха на модуль R штрих в кубе, то есть 2 на корень из двух в кубе, то есть 1 на корень из двух. Следовательно, радиус кривизны равен 1 на K равен корень из двух. Ну, ответ получили такой же, как в предыдущей задаче. Я не специально. Интегралы из программы убрали, потому что... Не знаю почему. Потому что убрали. Они будут в следующем семестре. Но просто, если говорить по теории, да, если теорию рассказывать последовательно, то действительно логично интегралы рассказывать во втором семестре, да, и неопределенный интеграл, и определенный интеграл. Но если говорить о том, что надо физтехов в первую неделю обучения обучить брать интегралы, чтобы они на физике... Ну, не совсем им было плохо, на физике же надо брать интегралы. Поэтому до этого интегралы кто-то ставил в первом семестре. А равномерная неприемность была во втором. Поэтому, ну, короче, как пойдет. Это такой философский вопрос. Что? А уж нам интеграли не будет. Ну, как ты думаешь, если их нет в программе? Конечно, не будет. Ну, наш лектор сказал, что что было в лекции, будет в наушном, то, что было на всем менярии, будет на письмике. Нет. Ну, смотри. Зависит от того, какой у тебя факультет. Если ваш лектор... Если в программе, в задавальнике написано неопределенный интеграл, если написано в задавальнике в программе, значит, его надо ботать. И если в билетах прошлых лет есть неопределенный интеграл, ну, если вот по этой программе, то его надо ботать. Если лектор рассказывал, есть в программе. Если этого в программе нет, значит, это не надо ботать. Ну, то есть, это надо уже у лектора уточнять на устном. То есть, у каждого, вот, я думаю, что, ну, может быть, у фифта, у фифта, по-моему, и у фобфа чуть-чуть другая программа. То есть, если я кому-то скажу, что интегралы не нужны, я буду неправ. Потому что кто-то не проходит кривизну, например, по-моему, фифт или фобф не проходит кривизну, а вместо нее проходит определенный интеграл. И поэтому, вот такие вопросы, нужно ли знать к устному экзамену, такие-то вопросы лучше спросить у лектора. Кроме того, если вы фифт или фобф, то если вы на семинарах проходили определенный интеграл, то, возможно, у вас вместо задачи на найти кривизну, если у вас ее не было, будет задача взять или там найти определенный или неопределенный интеграл. А мы больше ничего не будем решать, мы все. Вот. То есть, ну вот, во-первых, вот такие вот вопросы, это у каждого факультета по-разному, но в основном все будет так. Возможно, у фифт или фобфа будет еще, если вы проходили интеграл, и будет на письмаке интеграл. А запись будет? Запись, запись, да. Мы спиратим в наглую. И я, в общем, вам задача, я выложу на Google диск, если она будет в фиговом формате, вы берете это дело, формат меняете, мне влом это делать самому на нормальный, вот, и скидываете в нормальном качестве, в нормальном формате обратно, и я это выкладываю снова в нормальном формате. Ну, так, уже в прошлый раз какой-то боец сделал, сейчас тоже сделаю теку. Да, короче. Можно еще одну задачу посмотреть? Там на разложение в формуле Тейлора. На разложение в формуле Тейлора? Ну, давайте посмотрим. Ну, там вот разложить функцию и у равно... Ну, сейчас. Сейчас. Ладно, давайте, знаете, что сейчас делаем? Давайте сейчас... Я сделаю еще перерыв на 2-3 минутки. Потом мы решим эту задачку. Вот. Ну, и еще у кого-то есть вопросы, кроме этой задачи? Если есть, то тогда будем делать перерыв. Если нет, то не будем делать перерыв. Где взять ссылку на Google Диск? Ну, ладно, если вопросов нет, то решим эту задачу и все на этом. Так. Ну... А, вот скинули ссылку на Google Диск. Ну, она где-то у меня есть на стенке ВК, и вот сейчас скинули. Ладно, давайте. Какая там задачка? Ну, в общем-то, на функции или равно в скобках 1 плюс, а потом в скобках получается x минус 1 умножить на е в степени x. Ну, закрыли скобку умножить на е в степени x. Вот так? Да, да. Теперь закрыли скобку и в квадрате. И вот разложить по формуле Тейлора в окрестности единицы. В окрестности единицы. Ну, делаем замену. x минус 1 равно t. Получаем 1 плюс t. е в степени t плюс 1. Ну, е в степени t плюс 1 это умножить на е, да? В квадрате. Вот. Ну, в квадрат сумму мы разводить явно не будем. Ну, ссылку на ВК тоже скиньте человеку. А, ну, еще, кстати, записи вот сразу необработанные выкладывают куда-то, куда-то, да? Но на всякий случай я притараню к себе домой и тоже ее выложу. Так, равно. Значит, еще раз. Если у нас будет сумма в квадрате, то это полная гадость. Вот этого надо избегать. То есть, если, например, у вас нужно разложить синус в квадрате x по формуле Тейлора, да, то вам нужно не сначала разложить синус, а потом возведите квадрат, тогда вы ничего не получите. Вам нужно сначала применить формулу тригонометрии и написать, что это 1 минус косинус 2х пополам, а потом уже все нормально разложится, да? То есть сначала мы готовимся к разложению, а только потом мы раскладываем. Аналогично. Здесь тоже, чтобы никакой суммы в квадрате у нас не было, нужно раскрыть скобку. Раскрыть скобку. Плюс Т квадрат, Е квадрат, Е в степени 2Т. Раскрыли скобку. Ну, в общем, все. Теперь раскладываешь это, Е в степени Т, раскладываешь Е в степени 2Т, ну, в окрестностях нуля уже, да, получается. Заносишь Т квадрат под сумму, сдвигаешь индексы. Так, а вот непонятно, как потом эти суммы вместе делать. Ну, ладно. Сейчас сделаем. А потом сумму скрепить я не понимаю. Равняется 1 плюс 2ТЕ сумма К от нуля до Н Т в степени К на К факториалу. плюс Т квадрат, Е квадрат, сумма К от нуля до Н, значит, Т, 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 Т. Так, сейчас. Секунду. t, значит, поскольку е в степени 2t, то у нас тут будет 2t в степени k, ну а 2t в степени k, это будет 2 в степени k на t в степени k, разделить на k факториал. И в конце пишем плюс у малой от t в степени n, тут t пишется, ну, короче, понятно, равно. Но дальше мы заносим t под сумму, сейчас, я завис, тут будет t в степени k плюс 1, t в квадрате мы тоже заносим под сумму, тут будет t в степени k плюс 2, вот, дальше. Мы смотрим. Ну, в принципе, понятно, да, можно дальше делать. Ну, давайте быстренько я допилю уже 2 минутки. Мы смотрим, какие здесь старшие и младшие степени. Тут степени от t в первой, да, при k равном нулю, до t в степени n плюс 1. Тут степени от t во второй до t в степени n плюс 2. Это значит, что из этой суммы надо t в степени n плюс 2 вынести как отдельное слагаемое, а из этой суммы t в первой. Получаем 1 плюс 2e умножить на... t в первой получается, когда k равное нулю, да? 0 факториал — это 1. 2e умножить на t, получается, плюс сумма k от единицы до n. t в степени k плюс 1 на k факториал. Плюс... тут тоже k равное нулю... нет, тут k равное n. Тут k равное n. Плюс сумма k от 0 до n минус 1. 2 в k, t в k плюс 2 на k факториал. Плюс какой-то коэффициент на t в степени n. А в условии сказано, да, о малого от какой степени разложить? t в n-ный? Да. t в n-ный, понятно. Тут будет t в степени n. А вы можете? Да, что? Закончить объяснить. Рассказать, как работать с умалыми. То есть там, когда можно увеличивать степень, почему там нельзя уменьшать вот эту всю штуку? Окей. Хорошо. Ну, тут, короче, будет t в степени n плюс 2 умножить на что-то плюс u малый от t в степени n, да? Ну, t в степени n плюс 2 входит сюда, да? Ну, t в степени n плюс 2 является u малым от t в степени n, да? Значит, мы на него просто не пишем. Просто забиваем. Ну, это одно из свойств работы с умалыми. Сумма 2 умалых – это умалые. Причем от t в меньшей степени, если t стремится к нулю. Ну, еще что можно сказать про работу с умалыми? Если умножить тут на t, то t можно занести под u малый, будет u малый от t в степени n плюс 1. Вот. Так. Про то, когда увеличивать, не увеличивать, я потом скажу. Дальше. Что еще можно сказать? Посреди решения задачи вот я обнаружил, что нужно раскладывать до u малого от t в степени n. А в этой сумме старшая степень будет n плюс 1, да? В обеих суммах. Ну, непорядок. Нужно, значит, вычесть единичку отсюда и отсюда. Просто берем и так пишем. Ничего страшного. Вот. Дальше. В этой сумме… В какой? В этой. Мы сдвигаем индексы. Вот здесь вверх, внутри суммы вниз. Получаем. 1 плюс 2 е t. Плюс сумма k от 1 до n минус 1. t в степени k плюс 1 на k факториал. Плюс сумма k от 1 получается тоже до n минус 1, да? Ну, к нулю прибавляем единицу, и к n минус 2 тоже единицу. А тут вместо k ставим k минус 1, наоборот, внутри суммы. Получаем 2 в степени k минус 1, t в степени k плюс 1 на k минус 1 факториал. А еще я забыл, что эти суммы на что-то умножены. Вот эта сумма на 2 е умножена, а вот эта на е квадрат. Тоже тут е квадрат где-то стоит, а тут 2 е. Ну все. Плюс o малая от t в степени n. Теперь две суммы засовываем в одну. Уже имеем право, потому что индексы и степени одинаковые. Просто выносим за скобку. 1 плюс 2 и t плюс сумма k от 1 до n минус 1. t в степени k плюс 1 выносим. Остается 2 е на k факториал от первой суммы. А от второй суммы остается е квадрат на 2 в степени k минус 1 разделить на k минус 1 факториал. Ну выносить ли k факториал за скобку, это уже дело вкуса. Плюс o малая от t в степени n, запятая где t равно x минус 1. Ну в общем вроде все, но вот в конце, когда мы получили ответ, мы проверяем, нет ли такого, что t в одной степени встречается в двух местах. Вот если бы у нас тут было просто t в степени k, то у нас t в первой степени встретилось бы здесь и вот здесь. Это значит то, что член при k равном 1 из этой суммы надо было отдельно выписать и приплюсовать к этому члену. И тут была бы сумма от 2. Внимательно, это нужно проверять в конце решения задачи. Иначе по критерию, что это не является формулой Тейлора, вам поставят 0. Прикольно, да? Вот. Но у нас минимальная степень в этой сумме это k равно 2, да, то есть t квадрат. А тут нулевая и первая степень. Значит этого нету, значит вот ну как бы нормальный ответ. По поводу того, когда можно или не можно увеличивать какую-то там степень под o малым. Смотрите. Синус x равно, дай бог вспомнить, сумма k от 0 до n x степени 2k плюс 1 на 2k плюс 1 факториал умножить на минус единицу в степени k вроде так. И плюс еще малое от x, ну в последней степени, да, 2n плюс 1 получается. Дальше. Значит, что можно сказать? Вот я хотел говорить про то, как менять степень под o малым. Какой будет следующий член, если бы мы раскладывали k от 0 до n плюс 1? Следующий член, вот который стоит в o малым, это x в степени 2n плюс 3. Да? x в степени 2n плюс 3 является o малым от x в степени 2n плюс 1 и является также o малым от x в степени 2n плюс 2. Поэтому, если я здесь напишу 2n плюс 2, я не ошибусь. То есть степень можно повысить. Но если я здесь напишу плюс o малое от x в степени 2n, то это будет уже не совсем корректно. Потому что тут старший член это x в степени 2n плюс 1. Вот. А x в степени 2n плюс 1 он как бы входит в o малое, но стоит в этой сумме. Вопрос. Ну, если мы раскладываем до o малого от x в степени 2n, какого черта здесь стоит в явном виде x в степени 2n плюс 1? Вот здесь вот, в многочлене Тейлора. В многочлене Тейлора не должно стоять то, что является o малым от этого. Поэтому, если я хотел бы понизить степень вот здесь вот, то я должен был бы написать, то есть если бы я 2n хотел написать, я должен был бы здесь написать до n минус 1. Считается ли за ошибку, если в этой задаче писать Те стремится к нулю? Ну, да, но по-хорошему надо написать то, что мы раскладываем при Те стремящемся к нулю в окрестности нуля, но, ну, строго говоря, это так. Мы раскладываем при Те стремящемся к нулю, а не для любого Те. То есть это не то, что ошибка, это верно сказать, что мы раскладываем при Те стремящемся к нулю. Но просто этого, ну, можно, этого можно не говорить, потому что когда мы говорим, что мы раскладываем по формуле Тейлора до o малого от t в степени n, мы подразумеваем, что мы раскладываем при Те стремящемся к нулю. Хотя, ну, кто-то считает, что надо писать Те стремится к нулю. Ну, это такое. Так, хорошо. Да. Ну, вот, собственно, вот именно такая задача, скорее всего, будет на экзамене. Именно такого типа задачи по формуле Тейлора. В ней, ну, как раз задача, в которой мы должны двигать индексы. То есть запомните, да? Шаг 1. Шаг 0 даже. Подготовились. Скорее всего, получили то, что в двух местах получите формулу Тейлора. Пожалуйста, в двух местах. Дальше. Шаг 1. Разложили. Нет, это не шаг 1, это шаг 0,5. Шаг 1. Дальше. На шаге 1 вы выносите из первой суммы наименьшее слагаемое, из второй наибольшее, да? Ну, чтобы одинаковые степени были в двух суммах. Дальше. На шаге 2 вы двигаете индексы, и на шаге 3 вы причесываете, да? Чтобы получился нормальный ответ. То есть проверяете, что от вас требуется именно у малой от Т в степени n, а не от Т в степени n плюс 1. проверяете, что у вас нету вот такой херни. То есть нету такого, что Т в первой степени стоит вот здесь и вот здесь. Если это так, то это ошибка. В этом случае нужно написать сумму К от 2 до n минус 1, а этот член при К равном единице выписать и приплюсовать вот сюда вот. Вот. Все. Так. Можно еще вопрос на счету малых? Ага. Допустим, у нас есть функция вот барейф на косинусе x, и для простоты мы раскладываем до x в квадрате. То есть у нас получается в итоге ну, косинусе складывается 1 минус x в квадрате на 2 плюс у малая от x в квадрате, и мы, когда логарифм потом записываем, мы можем писать вот это о малое в нем тоже, или нам нужно его как-то проигнорировать и писать логарифм от 1 минус x в квадрате на 2 просто? Не парься, просто вот раскладываешь по степеням минус x в квадрате на 2. То есть вот смотри, смотри. То есть вот это записано корректно? Вот это? Вот это корректно. Ну, конечно. Ну, смотри. Давай так, у нас задача разложить логарифм до о малого от x в квадрате. в квадрате, да? Ну, в этом случае дальше мы пишем равно первый член, это будет минус x в квадрат пополам, да? То есть мы пишем первый член не минус x в квадрат, плюс у малой от x в квадрат, да? И потом еще плюс у малой от x в квадрат. Так писать не надо. Мы просто пишем, просто пишем все члены разложения, раскладываем по степеням вот этой функции. Ну, то есть, конечно, формально говоря, мы раскладываем по степеням вот этой функции, но мы понимаем, что вот это о малое, оно уйдет. Просто пишем в конце, в самом конце строчки, плюс о малое от того, чего надо, и нормально. если квадратный корень из модуля, то сигнум выносить нельзя, иначе с областью определения будет беда. Тогда придется, ну, мы же производная от модуля тоже можем брать, производная от модуля это там сигнум, да? Производная модуля это сигнум во всех точках, кроме нуля. То есть, вот в случае, если корень из модуля квадратный, то не надо выносить. Объясните, как двигать индексы. Вот у нас есть две суммы. Для начала нужно убедиться, что в обеих суммах t, минимальная и максимальная степени, одинаковые. Видим, что здесь сумма k от 1 до n-1. Минимальная степень 2, максимальная, t в степени n плюс t в степени n. Тут тоже минимальная 2, максимальная t в степени n. Мы подставляем k, равное 0, вот сюда вот. Получаем t в квадрате минимальная. Подставляем k, равное n-2 сюда. Получаем t в степени n максимальная. Убедились, что в суммах одинаковое количество степеней. Дальше. Если здесь стоит запись t в степени k плюс 1 от t в степени k плюс 2, то мы две суммы в одну скомпоновать не можем. И поэтому нам нужно двигать индексы. Как их двигать? Очень простое мнемоническое правило. Там, где в сумме, вот здесь вот, под суммой и над суммой, вот это вот мы двигаем индексы вверх. То есть тут вот к этому приплюсовывается 1, и к этому приплюсовывается 1, к верхнему и нижнему пределам. Но при этом везде под суммой мы вместо k записываем k-1. То есть под суммой мы вниз как бы k двигаем. А в вот этой записи мы k вверх двигаем. И в итоге само значение суммы не меняется. То есть минимальная и максимальная степень как раз остаются у нас одинаковыми, как и коэффициенты при них. Ну и вот, соответственно, видите, k от 0 до n-2 было. Сдвинули вверх, получили k от 1 до n-1. А везде под суммой сдвинули вниз, то есть вместо k написали k-1. Вот так вот очень просто. В итоге само значение суммы не изменилось. То есть мы поменяли только запись, а значение суммы у нас не изменилось. Ну что, все? Вопросов больше нет? ВК, фотку, задача. Ой, я уж надеялся, это последнее. Ладно, давайте это самое последнее. Если я знаю, как ее решать. Что-то не открывается. Так, сейчас на планшете попробую. Файл с задачами, которые мы сегодня решали. Я могу у себя на стенке сфоткать вот ту мазню, которую я написал у себя на ристочках, но там нету решений и задачи. Ну, сейчас задача. Предел при x стремящемся к нулю 3 арк косинуса 1 минус 2x квадрат минус 6x на x куб в степени 1 на x квадрат. Такая вот задача. Так, ну Арк косинус от 1 минус 2x квадрат чего Сейчас, подождите. Секунду. Ну странное довольно условие. Ну, просто Мы умеем раскладывать, вообще говоря, арк косинус t. А тут арк косинус 1 минус что-то. Ну вот. Ну, мы берем и забиваем на 2x квадрат, наверное. Получаем 3 арк косинуса единицы. Косинус чего-то равен единице. Косинус чего равен единице? Косинус нуля равен единице. Вот. То есть тут получается тут получается 0 получается предел при x стремящемся к нулю. Что-то сейчас, что-то не то. минус 6 на x квадрат в степени минус степени 1 на x квадрат равняется d. Предел при x стремящемся к нулю. е в степени логарифм минус 6 на x квадрат Что? Ой-ой-ой. А логарифм нельзя. Не знаю, сложно. Ну, в общем, если у меня будет настроение, если у меня будет настроение, то тогда я на стенке у себя выложу решение этой задачи. Ну, нет смысла просто этого делать до письмака. На письмаке такого точно не будет. Арк косинус от какой-то гадости. Скажите, а мы можем раскладывать по стандартной формуле степенной функции 1 плюс x? Нет. 1 плюс x в степени f от x мы раскладывать не можем по стандартной формуле степенной функции. Нам нужно написать, что 1 плюс x в степени f от x равно е в степени f от x логарифм 1 плюс x. Вот это уже мы сможем раскладывать. О, боже. Теорема феррома фа-феррома. Ладно. Ну, ладно, в общем я, пожалуй, пойду. Если мне захочется эту задачу решить, ну, если будет время, короче, я ее посмотрю дома. Вот. Все-таки это довольно интересно. Возможно, задача очень простая. Вот. Ну, в общем, короче, посмотрим. Ладно, тогда всем удачи на экзамене. Насчет еще раз теории минимума для мысленного экзамена. Вы уложите на стену, а? Да. Да. А не скажете, когда примерно? Ну, вот как домой доеду, там через часика два, так и выложу. Да, хорошо. Спасибо про меня. Спасибо большое. До свидания. Всем спасибо. Всем удачи. Семинар. На экзамене. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...